Берг. Берг зашел в украинскую молочную на Лонжероновской. На белых стуликах лежали синие отцветы. Небо играло на стенах светлой водой. Берг закурил и задумался. Ветром, зеленью и морем шумело лето. Загар приобрел синеватый тусклый блеск. Зной пылал в окнах греческих домов и тенора разносчиков оглашали душные дворы. «Ай, груша! Ай, груша! Ай, сладкая абрикоса!» Весь день солнце сжигало берега от Лузановки до Сухого Лимана. Стеклянная зыбь ходила холмами. В ней плавали крабы и водоросли. Сельдерская вода со льдом казалась хрустальными прекрасными мирами, освежающими сердце. Белым и синим горела земля. Белые автобусы, дороги, пески и ресницы сметал световой вихрь синего зноя волн и синевящих от баклажанов фруктовых лавок. Каждое утро, выходя на балкон, Берг вдыхал воздух, насыщенный за ночь озоном, и говорил «пахнет жизнью». Он обдумывал хитрый план. Уже месяц он жил в Одессе, получил два ругательных письма от капитана, но дело не двигалось, деньги иссякли. Половину их Берг проиграл в Птишво на Гаванной. Каждый вечер он ел изумительное мороженое у Печерского в Пале-Рояле. Он наслаждался тишиной этого кафе, разбитого в глухом закоулке, путаницей света и теней, листвой винограда, свисавшей над столиками, воркотнёй старых официантов. Жил он у приятеля, вузовца Обручева, маленького и неторопливого человечка. У Обручева были твёрдые и приятные привычки. Круглые сутки окна в его комнате стояли настиж. Завтракал и ужинал он в ларьке около Александровского парка кефиром и плюшками, обедал в морской столовой в порту, а всё свободное от этих занятий время валялся на пляжах, играл в домино и изучал Марселя Пруста. Но он не был лодырем. Не надо забывать, что стремительно надвигалось одесское лето, сверкание, зной, чудесный загар и тёплый свет, в который город был погружён, как в золотую воду. Берг обдумывал свой план. По привычке людей, пишущих, он не мог думать, не изображая графически некоторых этапов своей мысли. На мраморном столике, казавшемся выточенным из сахара, он набросал карандашом план Одесской бухты, отметил крестиками самые людные пляжи и пересчитал их. Лузановка, австрийский пляж, Лонжерон. Берг подумал и вычеркнул его. Плохое дно, пляж для мальчишек, там вряд ли что-нибудь найдёшь. Аркадия, дача Ковалевского, Люсдорф. Получилось пять пляжей. Берг помножил пять на пять, приписал сбоку двадцать пять дней, вытащил из мяса накрытку и написал капитану. Через двадцать пять дней я сообщу окончательный ответ. Есть ли здесь Пирисон и Нелидова? А если нет, то были ли, когда и куда уехали? Вы будете вознаграждены за месячное ваше бешенство. Почему вы так пристали ко мне? Гораздо больше шансов, что найдёт их Батурин, а не мы с вами. Берг написал это в пику капитану. Сейчас я провожу в жизни гениальный план. Думаю, он даст результаты. Берг посвистел немного, это было признаком высшего удовольствия. Он тихо посвистывал даже в кино и на докладах, если фильм или слова докладчика ему нравились, и пошёл к Обручеву. Застал он его, как всегда, за чтением Марселя Пруста. Обручев, сказал Бергвеск, бросьте Пруста, есть интересное дело. Он рассказал о цели своего пребывания в Одессе, но это не произвело на Обручева большого впечатления. План Берга был прост, но не гениален. Он как бы вращался по окружности около цели, не давая никакой уверенности, что сделано всё возможное. Но он был приятен, и Обручев с ним согласился. План был таков. Если Пирисон и Нелидова в Одессе, то совершенно ясно, это была основная неправильность плана, что они бывают на море, потому что, кроме стариков и старух, вся Одесса бывает на море. У каждого есть свой излюбленный пляж. Главных пляжей пять. На каждом из них надо провести по пять дней и изучить публику. По мелким пляжам достаточно пройти в разгар купаний во время первого до обеда и второго после обеда солнца. Вот и всё. Начнём с востока, предложил Обручев, с Лузановки. Завтра едем туда на катере. Берг потом очень скупо рассказывал о своих одесских поисках, но на основании его записей в тоненькой синей тетради можно восстановить примерно следующую последовательность событий. Лузановка, Белая Аравия, песок, оазицы колючей травы. За два часа испекаешься, как рак. Не хватает борного вазелина, чтобы смазывать кожу. Берега жёлтые, море подымается в глазах, будто бы вздувает изнутри упрямый ветер. Вдали белый вскипающий город. Волны шумят, как у Пушкина, призывно и долго. Ни клочка тени. Временами кажется, что волосы от этого синего огня пахнут палёным. Когда Берг с Обручевым доигрывали в домино пятую партию на бутылку солодового кваса, Берг увидел высокого человека, надувавшего ртом автомобильную покрышку. Он был сизый и страшный. Покрышка медленно расползалась, полнела, обращалась в твёрдый круг. Человек быстро отнял рот, шина смиснула, он зажал отверстие пальцем и ясно его завинтил. «Ловко, Виталий!» крикнул ему Обручев. «Кто это?» «Помреж с кинофабрики знакомый». «Будет дело!» Берг смешал костяшки домино. «Идём!» Они подошли к Помрежу. Он лежал в изнеможении, рёбра его вздымались, создавая неприятные впечатления близости под этой тонкой кожицей громадного скелета. Помреж показал на шину. «Пользуйтесь!» выдерживает шесть пудов. Берг завёл с ним разговор о киноартистах. «Мелкие людишки вечно грызутся», сказал Помреж. «У тебя нет там на кинофабрике артистки Нелидовой?» спросил Обручев. Помреж поморщился, подумал, «Чёрт её знает!» «Мабуть буа!» Он изредка вставлял украинские слова. «Была такая, кажется, Нелидова, а может и не была, не ручаюсь». «Да ты пойди к Павлу Ивановичу, она у него сидит в сумасшедшем доме на Слободке Романовке». «Помешалась!» «А на какой почве?» «Про почву я не знаю. Во время съёмки бросилась на оператора, кричит, «Я не хочу быть пророчицей», она ведьму играла, «Пророчица», кричит, «Все безобразные, страшные, а я молодая», схватила его за горло, «На силу оторвали». «Слушай, Виталий», попросил Обручев, «познакомь вот его со своими артистами?» «Он, понимаешь, писатель, ему это нужно». «А писатель?» Помреш повернулся и оглядел в Берга, «Ну что же, приходите завтра на австрийский пляж, ко второму в солнце, они все там толкутся, приду, познакомлю». «Только вряд ли от них чего-нибудь услышите, народ безо всякой квалификации случайной». Помреш пошел в воду, волоча за собой шину. Он далеко швырнул ее, отлогая волна длинным пламенем отразила солнце. В пламени этом звенели восторженные вопли детей, волна щекотала им пятки. Солнце обрушивалось на пляж тяжким водопадом жары и веселья. «Пока хватит», сказал Берг, когда они с Обручевым вышли из воды и обсыхали на Солнце, «а вечером двинем в слободку Романовку». Вечером с юга стеной поднялась туча, в акациях прошумел ветер и пушечным ударом прокатился над морем гром. Он прошел от горизонта до горизонта, тяжелый и низкий, пригибая головы к земле. В море было черно, желтели огни парохода, входившего в порт, пыль порошила глаза. «Страшно на море», подумал Берг и поежился. Он ехал с Обручевым в трамвае на слободку. Страшно было не только на море, но и в городе. На него, дымясь, медленно опускалось разъяренное небо. Желтый свет, густо смешанный с сумерками и шумом листвы отражался в поспешно захлопнутых окнах. В слободку успели попасть до дождя. В больничном саду шли, натыкаясь в темноте на скамейке к одинокому дому с закрытыми ставнями. Казалось, что уже глухая ночь и Берг заколебался. Не двинут ли обратно? Что вы? Да он не спит до трех часов ночи. Доктор был плотен, высок, в его пенсне отражались маленькие электрические лампочки, розовый абажур, вытянутое лицо Берга. К рассказу Берга о Нелидовой он отнесся иронически. Берга он знал по его двум книгам, сам написал брошюру о психоанализе творческого процесса, поэтому настойчивые расспросы Берга о больной киноартистке его не удивили. Он даже предложил пройти к больной, было еще рано, семь часов, больные не спали. «Только одно условие», предупредил доктор, «не задавайте ей никаких вопросов», Берга кивнул. Снова шли через сад, слепая молния ударяла в пыльную путаницу оград и черепичных крыш, и Берга был не рад, что затеял эту историю. Ему казалось, что доктор втайне сердится на непрошенное вторжение, и только из уважения к литературе, о нем он упомянул в разговоре несколько раз, ведет его к больной. Больная встретила доктора шипением, потом зловеще прокричала, как птица «квикви! Квикви!» Берг смотрел на нее, и тщетно старался отгадать знакомые по фотографии черты. Было что-то до очевидности похожее в общем пятне лица, но каждая отдельная черта была суха и говорила о преждевременной дряхлости. Вблизи это была старуха. «Сколько ей лет?» тихо спросил Берг. «Квикви!» «Квикви!» жалобно крикнула больная. За стеклами торопливо и нестройно забарабанили капли дождя, ставни были закрыты. Это вызывало впечатление тяжелой духоты. «Двадцать пять!» «Как ее фамилия?» «Левшина». Но Берг не слышал ответа врача. Он чувствовал легкое головокружение. Из путаницы настойчивых мыслей наконец родилась одна. Здесь есть какие-то нити. «Не Лидова!» раздельно позвал он, глядя в пустые глаза больной. «Что вы делаете?» Берг отмахнулся. «Тише!» «Верните!» закричала больная и упала на колени около кровати. Голова ее жалко колотилась о матрас. Она закусила одеяло и рвала его, как рвут щенки, играя грязную тряпку. «Я не хочу играть, пророчица!» «Верните мне девочку!» Она хрипло зарыдала. Доктор стиснул Берга за локоть и вывел в коридор. «Идите сейчас же ко мне!» Берг спотыкаясь вышел в сад. Обручев взял его за руку и повел в темноте. Берг был близорук. Накрапывал редкий дождь. «Ну, что же вы молчите?» спросил Обручев. «Несомненно, пробормотал Берг здесь, что-то есть. Если не для поисков, то для рассказа». «Тема!» «Понимаете?» «Надо использовать тему». «Вы, Вивисектор!» ударила молния в глазах Обручева, она сверкнула гневной вспышкой. В квартире доктора стоял розовый свет, сухой лоск паркет. Берг закурил, он казалось оглох, глаза его рассеянно бегали по стенам. «Да, Барматалон, конечно, да, конечно, это так, занятно, очень занятно». Пришел доктор. «Ну, милый мой, сказал он, слава богу, ее успокоили. Никогда не делайте таких вещей. Вы не понимаете, как серьезно». «Да, да, простите, но почему на нее так действует эта фамилия?» Доктор помял в руке папирос. Конечно, тут совпадение. Прежде всего, она не настоящая киноартистка. Она недавно приехала в Одессу к брату, поступила на кинофабрику ради заработка. У нее очень фотогеничное лицо, ее взяли. Но дело не в этом. Она разошлась в Москве с мужем, и его фамилия Нелидов. Девичья же ее фамилия Левшина. Здесь был ее муж, он студент-химик, человек крайне необщительный, молчаливый, многого, конечно, нельзя выяснить. В конце концов, я дознаюсь, в чем дело. Ходит к ней еще ее брат, он плавает третьим помощником на перекопе. С ним мне надо будет потолковать. А вы я вижу, доктор посмотрел на Берга, порядочный путаник. Когда вышли от доктора, дождь прошел, и земля шуршала, впитывая воду. окраинная ночь была безветренна, с огородов пахло зеленью, подошел прямо из степи пустой вагон трамвая. На следующий день на австрийском пляже Берг вел себя странно, помреж, даже обиделся. Он не обратил никакого внимания на киноартистов, лишь мельком пробежал по ним взглядом и углубился в домино. Он путал, проигрывал и часто ходил к ларьку покупать за проигрыш пшенку, квас и папиросы. У стойки была толчия. Берг вздрагивал, когда холодное тело соседа или соседки в мокром купальном костюме прикасалось к нему и с легкой досадой уступал мест. Только к вечеру он нарушил молчание и спросил Обручева «Как вы вчера сказали «Вивисектор?» Вот именно. Ага, пробормотал удовлетворенно Берг. Два следующих дня шел дождь, было тепло и пасмурно и в плане поисков произошла заминка. На пляжах не было ни души. Берг пропадал в городе, узнавал, обдумывал, был до нельзя рассеян. Ночью он плохо спал, мешал Обручев, читавший до рассвета Марселя Пруст. На вторую ночь Берг окликнул Обручева «Здесь очевидное недоразумение. Мы пошли по ложному следу, но это дело я доведу до конца». «Какое дело?» «С больной». «Я был у доктора. Он говорит, что болезнь излечима. Это не сумасшествие, а нервное расстройство. Надо устранить причину. А вы ее знаете? Кое-что знаю». «Зачем вы путаетесь в эту историю?» «Много свободного времени». «Хорошее основание, чтобы лезть в чужие дела». Обручев сердито зашелестел страницами. Берг рассказал Обручеву, что разыскал младшего помощника Левшина и успел даже сдружиться с ним. Левшин был коренастый и черный человек, ругатель и не дурак выпить. Угрюмостью он прикрывал застенчивость. Знакомство с Левшином было выполнено просто. Берг пришел на перекоп в качестве сотрудника морской московской газеты «Вахта», показал удостоверение, взял беседу о последнем рейсе в Александрию, парохода пошел с Левшином в бар, выпили пиво, потом зашли в рулетку и сыграли в пти шво. «Завтра, если хотите, пойдем в уголок моряка, там у меня назначена встреча с Левшином», предложил Берг. «Ну ладно», неохотно согласился Обручев. В уголке моряка курили, но воздух был чистый, морской, дым медленно выползал в окна, с улицы могло показаться, что в уголке начался тихий табачный пожар. Левшин следил за столиком с седоусом сердитым человечком в потертом кителе. Берг поморщился, дело затягивалось. «Капитан Кузнецов», представил старика Левшин. Старичок сунул каждому крепкую лапку. Несмотря на сердитость свою, он был словоохотлив. «Вы не комсомолец?» спросил он Берга. «Нет, вышел из этого возраста. Боюсь комсомольцев». Левшин захохотал, поперхнулся кофе. «Один комсомолец меня до того довел, видеть их не могу. И фамилия у него, знаете, такая противная Бузенко. Он юнгой у меня плавал на Викторию. Изволили должно быть видеть паровая шаланда. Мачты в гнездах качают, на ходу играет, течет. Одно счастье, что машина работает. Иоанна Виктории пять лет плавал, теперь вот в отставке. В двадцатом году мы в Евпатории грузили казенную соль. Днем грузили для государства, ночью для себя. Полный форпик солью набили. То время, знаете, какое было, идешь в рейс, а тебе дают в паек кусинки. Вот и вертись. Погрузили, пошли. В Севастополе вижу, Бузенко мой подался скоренько в город. Ну, думаю, наведет фараонов гадюк. Что сделаешь? Соль в воду не выкинешь? Смотрю, идет холера, а за ним особисты со шпайрами привел. Вот говорит, они, это я, значит, совместно с командой воруют народную соль. Форпик пудов пятьдесят наклали. Веди, говорят, показывай. Веду, а у самого ноги дрожат. Открываю форпик, и что же вы думаете? Пусто. Кузнецов вытрощил табачные глазки, захохотал и развел руками. Пусто! По полу только соленая жижица плавает, а в борту у пола дыра в фут диаметром. Одна, знаете, Виктория моя проржавила, якорь сбоку вестел, в дороге прихватила свежая погода, якорь мотался-мотался и пробил эту самую дыру. Соль всю начисто смыла. И жалко, и рад. Вот говорю, какой ты, Бузенк, подлюга, на товарищей и на своего командира ложно донес. Ушли особисты, а Бузенк говорит, вы разоряетесь не очень сильно, потому я комсомолец, но однако притих. Решил я его сплавить, только как? Ядовитый народ и опасный. Идем мы в Мариуполь, штормуем, смотрим, в проливе треплется дубок, на полмачты поднят стул, это у них пацанов вместо флага обозначает сигнал бедствия. Подходим. Они, дураки, наклали полную палубу мешков с ячменем, их, естественно, заливает, а у меня команда бандиты, мои ребята кричат, даешь половину ячь, тогда будем спасать, те кричат, даешь растудыть вас в три господа. Взяли их на буксир, поволокли. Погода к вечеру стихла, в море половину мешков и перегрузили. А Бузенко я послал на дубок, иди, говорю, будь там вместо шкипера, следи за порядком. Под Мариуполем дубок отпустили, уж очень они взмолились, им вахторы было надо. Перед тем составили акт, заставили шкипера подписать, в акте указано, что особое геройство при спасении гибнущего дубка выказал юнга Бузенко. В Мариуполе я акт управления порта, копию в Союз, при акте бумагу, в ней пишу, ввиду особого геройства Бузенко и выдающихся заслуг, ходатайствую о назначении его матросом на пассажирский пароход Крымско-Кавказской линии. «Повеселели все, ясно, уберут Бузенко, у нас героев любят». Проходит три дня. На четвертый бежит ко мне Бузенко, рожа как самовар, «Отличили, говорит Петр Егорыч, я даже перекрестился, куда ж тебя теперь?» А он, понимаете, вынимает часы и кидает на стол. А на часах выгравировано юнге Бузенко от Мариупольского районного комитета водников за спасение погибающих. Тьфу, будь ты проклят, остался. Но я жду случая. Идем в Одессу. Прошли уже большой маяк. Вдруг слышу, Бузенко ревет на палубе мина с правого борта. Я даже вспотел, выскочил на мостик, стали удирать. Действительно близко плывет какая-то штуковина. Посмотрел в бинокль бревно. Но я молчу, пусть их думают, что мина. Пришли в Одессу. Я моментально рапорт начальнику порта и копию в союз. Доношу, мол, что лишь благодаря исключительной бдительности матроса Бузенко, он у меня матросом уже заделался, было избегнуто столкновение с миной и гибель судна. Ходатайствую о переводе Бузенко ввиду выдающихся заслуг матросам первой статьи на пассажирский пароход Крымско-Кавказской линии. Ждем. Теперь уже уберут, никто не сомневается. Проходит так дня четыре, вижу, бежит Бузенко, рожа как самовар, кричит, везет мне Петр Егорыч, вытаскивает из кармана бумагу назначение и дает мне. Читаю. И что бы вы думали, Кузнецов всплеснул руками, в бумаге написано «Введу заслуг и одним словом прочей хреновины, матрос Бузенко назначается профуполномоченным Черноморского союза водников на судне Виктория». Я даже плюнул, но говорю «И зануда же ты, Бузенко, везет тебе как сукиному сыну». И вот представьте, потом до конца с ним плавал и ничего. Ругались только помаленьку. Кузнецов пытался начать новую историю, но Левшин прервал его «Погоди, Петр Егорыч, оставь до следующего раза, всего не перескажешь». Кузнецов занялся обручевым. Рассказал, что жить на пенсию трудно, приходится подрабатывать, делать модели пароходов, яхт, крейсеров и сдавать на комиссию в игрушечный магазин. Левшин говорил тихо Бергу «Вы уверены, что это излечимо? Она мне сестра только по матери. История, знаете, тяжелая. В девятнадцатом году у нее родилась дочка. Время было корявое, ни молока, ни хлеба, а ребенок первый. Отец бился, как рыба облет, он корректором служил в типографии в Москве, но толку было мало. У сестры не хватает молока, девочка вот-вот умрет. Была у сестры знакомая, бывшая генеральша, на Смоленском торговала простынями, бельем, вообще барахольщица. Сестра пошла к ней просит «Найдите мне хоть какой-нибудь заработок, я готова на улицу идти». Старуха нашла, правда предупредила, что работа рискованная, скупать золото и ценности для заграницы. Познакомила ее с каким-то бывшим адвокатом, адвокат этот был вроде поверенного у американской шайки. Берг придвинулся. Ну вот, от мужа она скрыла, говорила, что торгует на базаре, берет на комиссию вещи. Девочка выжила. Время пошло другое, стало легче. Так вот и тянулось до прошлой зимы. А зимой адвокат попался на темном деле, его потянули, а за ним и всех. И сестру притянули. Муж узнал, он человек неприятный, крутой, очень принципиальный человек. Даже дочку в суд водил. Еще до суда подал в ЗАГС заявление о разводе. Девочку оставил себе. Я с ним говорил, ну что ж, это его слова мне, Нинка должна забыть свою мать. Сестру он уже не любил. Знаете, химик, химическая душа. Сестру, конечно, оправдали, приговорили к общественному порицанию. В предварительном заключении она просидела два месяца. Что было у них, не знаю. Он ее в дом не пустил. Потом вот приехал в Одессу, женился на другой, получил место на заводе. Сестра приехала следом за ним, жила у меня, убивалась из-за девочки, даже хотела ее украсть. Насчет кино вы знаете? Да, знаю. Когда вы уходите в рейс? Недельки через три. А как девочка помнит ее? Вопросы Берга были бессвязны. Левшин бубнил, глядя под стол, разговор его, видимо, мучил. Девочке шесть лет, конечно, помнит. Очень грустная девочка. Жалко ее, знаете. Левшин поморгал глазами, отвернулся. Не сердитесь на меня, сказал Берга. Я лезу не в свое дело, но, понимаете, нехорошо все это. Неужели так все и останется? Левшин молчал, сгорбившись. Я бы взял, сказал он тихо, да ведь я плаваю, не на кого ее оставить, а он отдаст, посуду отдаст. Тогда будем судиться, Обручев оглянулся. Тогда будем судиться, повторил Берг. Сегодня я поеду к доктору. Надо узнать все точно и действовать. Вечером Берг поехал к доктору. Он узнал, что больной лучше. Спокойно, даже небрежно, он передал доктору свой разговор с Левшиным. Она сейчас почти нормально, сказал доктор, раздумывая. Может быть, знаете, сильное средство, но оно может оказаться спасением. Вы беретесь привезти девочку? Я берусь вернуть ее совершенно. Доктор был смущен. Он ходил по комнате, мычал, казалось, он не верил, потом согласился. Ну, ладно, действуйте, благословляю. Страшновато, но хуже не будет. на следующий день Берг поехал с Обручевым для очистки совести на Аркадийский пляж. Лежа на горячем песке, Обручев сказал, вы закрутили сложную махинацию, в чем дело? Маленькая вивисекция, тема, глаза Берга потемнели от гнева, тема для сентиментального рассказа, господин Марсель Пруст. Что с вами? Ничего. Как вы думаете, вивисекция существует для блага человечества? Пожалуй. А ваша аккуратная гуманность? Обручев пожал плечами. Не будем ссориться. Но Берг не унимался. Гуманист, сказал он насмешливо. Вы не замечаете человеческих страданий, потому что это, видите ли, неделикатно. В какой-то глупой книжке я прочел рассуждение о высшей деликатности. Примерно там сказано так. В комнату, где сидят несколько человек, входит женщина. Глаза ее заплаканы. Деликатные люди делают вид, что не замечают этого. Но человек деликатный в высшей степени должен уступить ей место спиной к свету, чтобы ее заплаканные глаза не были даже заметны. А Грубиян и вивисектор Берг постарается узнать и устранить причину ее слез. Обручев поморщился, вы раздражены, перегрелись на солнце, пойдем лучше в воду. Раздражение Берга быстро прошло. Обратно они шли по французскому бульвару. Берег вдали обрывался, над ним дрожала синеватым угаром жара. «Я могу быть добрым только назло», говорил Берг к великой радости Обручева. Мысли его о Берге блестяще подтверждались. Берг хитро улыбался. Его не оставляла уверенность, что все удастся как нельзя лучше. Эта уверенность много раз выручала его из запутанных положений и вызывала необычайное раздражение у людей, настроенных пессимистически. Суд состоялся через неделю. В засталенной комнате было уныло и все краски казалось погасли. Здесь в суде особенно болезненно ощущались яркость и шум жизнерадостных улиц. Нелидов высокий, белокурый и злой сидел на скамье и читал газету. Его голова в кудряшках, тонкие губы, ноги в коричневых крагах были не нужны здесь на юге в кружащемся потоке белых одежд, ярких губ, веселого гомона. Судьи вышли торопливо. Один из них был с костылем. Председатель пробормотал, заикаясь и как бы засыпая в конце каждой фразы заявление Левшина. Он подозвал единственного свидетеля, доктора Павла Ивановича, и, глядя поверх его головы, произнес скороговоркой, свидетель, вы предупреждаетесь в случае ложных показаний, будете отвечать закону, выйдите из зала. Начало не сулило ничего хорошего. Девочку судья называл гражданка Нина Нелидова, листал дело с нескрываемой досадой. Очевидно, всех в мире он считал сутягами и не мог понять, во имя чего капитан требует отдать ему девочку, зачем ему это нужно и зачем в это дело впутался известный общественник врач. В мозгу судьи по догадкам Берга не существовали такие слова, как любовь, материнство, страдания. Вместо них бродили серые, как крысы, слова иждивение, вменяемость, половое влечение, расторжение брака и уплата алиментов. Есть слова, высосанные протоколистами вместе с никотином из обмягших папирос. Они способны вызвать рвоту. Голос закона, в детстве Берг представлял закон в виде белесого мужчины с пустыми глазами, коротким ежиком и сухими и холодными пальцами, скрижетал в этих словах потрясающим пренебрежением к живой душе человеческой. Судья опросил Левшина, хмуро посмотрел на его белый китель. Хромой заседатель спросил дребезжащим голосом, не плавал ли Левшин на констанции и на ответ, что плавал, ядовито улыбнулся и сказал значительно, я не имею больше вопросов. Левшин вспотел, с медного и открытого его лица стекал пот. Нелидов отвечал сухо и брезгливо, сказал, что если суд уверен в излечении больной путем возвращения ей дочери Нины и вправе решать этот чисто медицинский вопрос, то он приговору подчинится. «Глупо», подумал Берг, а судья резко сказал, говорите короче, а прав суда прошу не касаться. Нелидов пожал плечами и сел. Вызвали Павла Ивановича, он говорил уверенно, назвал судью товарища Орешкин, ему часто приходилось выступать экспертом, судья слушал недоверчиво. После того, как Павел Иванович кончил свою речь утверждением, что больная может выздороветь, если будет устранена причина болезни, то есть если ей вернут ребенка, судья, рисовавший на папке, поднял глаза и раздраженно спросил, суд вас спрашивает, выздоровеет ли больная в случае возврата ей ребенка или нет. Отвечайте точно. Павел Иванович развел руками и мягко повторил, да, я думаю, что она выздоровеет. Суд ударился на совещание. Левшин вытер пот и сказал Бергу, черт их поймет, по-моему, они не разобрались, в чем дело. Вышли курить на лестницу. На лестнице чистенькая старушка-пенсионерка говорила милиционеру, сколько я страданий приняла в японскую и германскую и немецкую войну и убийство и с голоду дохлую. Так ты вправе меня выселять, а еще интеллигентный молодой человек, из-за такого, как ты, моя дочка погибла, старалась для вас, заразилась от солдата венерической болезнью, а меня выселять? Старушка собралась плакать. Милиционер угрюмо молчал. Суд совещался минут десять. Наконец суд появился. Председатель, глотая от спешки слова, прочел приговор. Принимая во внимание такие-то, такие-то и такие-то обстоятельства, суд постановил изъять гражданку Нину Нелидову шести лет ввиду согласия отца и передать на воспитание матери гражданке Елене Сергеевне Левшиной, обусловливая эту передачу ее предварительным и полным выздоровлением, впредь до чего опекуном и воспитателем назначит дядю упомянутой Ниной Нелидовой гражданина Левшина Петра Сергеевича тридцати восьми лет, третьего помощника на пароходе Перекоп, каковой гражданин Левшин обязуется дать гражданке Нине Нелидовой трудовое воспитание и отказывается от получения алиментов, с чем однако суд согласиться не может, а потому постановляет взыскивать с гражданина Нелидова на содержание дочери по сорок рублей в месяц до наступления совершеннолетия вышеупомянутой. Все, сказал председатель, стороны подпишитесь, копию приговора получите в канцелярии. Левшин отошел с Нелидовым в сторону. Левшин был красен и взволнован. Нелидов глядел через его плечо, потом холодно посмотрел в рот Левшина и громко сказал, когда хотите, чем раньше, тем лучше. Моя жена не имеет времени с ней возиться. Он повернулся и вышел. Ну, гусь, сказал прощаясь доктор. Я жду вас завтра. Она почти здорова. Берг и Левшин были озабочены смешной для взрослых мужчин и сложной задачей устроить Нинку у Левшина. Левшин купил провизии молока, фруктов, куклу. Он так краснел, когда ее выбирал, что оказалось кровь брызнет и спор. Он чувствовал себя как молодой отец. Жил он в Лермонтовском переулке в Отраде. У соседа Левшин занял походную кровать для Берга. Было решено, что Берг у него переночует. К вечеру Левшин поехал за Ниной. В темной передней Нина бросилась к нему, крепко обхватила за ноги и спрятала голову в коленях. Ей уже сказали, что она два месяца погостит у дяди Пети и даже поедет с ним на пароходе на Кавказ. Левшин впервые в жизни заплакал, стыдясь своих слез. Он неловко гладил головку девочки и отворачивался, сопя и задыхаясь, потом незаметно вытер слезы рукавом кителя. Ну, Ниног, поедем. Нелидов принес корзинку с вещами Нины, потрепал ее по щеке и сказал сурово, ты смотри, приходи иногда с дядей. Нина отвернулась. Левшин не глядя сунул Нелидову руку и вышел на лестницу. По дороге на извозчике девочка болтала, крепко держась за его рукав. Левшин курил и был опять спокойным любимым дядей с обветренным крепким лицом. Все будет прекрасно, все будет хорошо, ты крошечная, мысленно говорил он Нине. С Бергом девочка подняла возню, потом пошли на берег смотреть, как рыбаки вытаскивают сети. Берг ловил ей крабов, рыбаки считают их нечистыми и выбрасывают из сетей. Пыльный закат желтел над глинистыми берегами, и Нинке и Бергу одинаково казалось, что они знают друг друга давным-давно. Дома девочка быстро уснула. Капитан неумело умыл ее уже сонную, уложил, даже что-то пошептал над ней. Потом он долго сидел с Бергом у открытого окна. Звезды пламенели в просветах тяжелой листвы, соленый воздух лился рекой. Перец висела в ночи роем огненных взлетевших и остановившихся пчел, тепло и нежно пробасил в море пароход. Утром Левшин сказал Нинке, что приехала мама. Девочка долго возилась с куклой, потом заплакала. Берг и Левшин растерялись. Берг отчетливо понял, что он затеял. Вдруг все провалится, подумал он, холодея. Тогда хоть пулю в лоб. Мелькнула мысль о бегстве, но Берг прогнал ее. «Крепись», шептал он себе, глядя на улицу, потом задумал, если трамвай обгонит извозчика до столба, то все пропало, если нет, он спасен. Берг волновался, как на бегах. Трамвай не догнал извозчика, и Берг облегченно вздохнул. «Не ног», сказал он спокойно, «Поедем сейчас к маме, а по дороге зайдем к одному дедушке старичку, он делает кораблики, мы тебе купим кораблик». Девочка стихла, искосо посмотрела на Берга, пришел Обручев, мобилизованный на всякий случай. Пошли к Кузнецову, он жил на Черноморской, в темной комнате с окнами на море. Под притолокой висела клетка с сумрачным инвалидом щедлом. Море в окнах было зеленое и дымное от ветра, буйная зелень Черноморской шумела и качалась, гоняя по земле тысячи маленьких солнц. Остовы игрушечных шхун лежали вверх килями на подоконнике и сохли на ветру. Кузнецов в очках, похожий на дряхлого и любимого дедушку, пилил лобзиком фанеру. «Клипер вот затеял!» Он кивнул на кораблик, стоявший на игрушечных стапелях. «Теперь это, знаете, история, клиперов уже нет. Последние переделали под плавучий маяк в Таганроге. А в мое время красавцы были клипера, чай возили вокруг всей Африки в Европу. О Суэцком канале в те времена еще никто не мечтал. Нинке Кузнецов подарил яхту с громадным парустом. Ореховый лак ее бледно сверкал на солнце. Нина застенчиво приняла подарок, потом спряталась за Левшина. На слободку ехали страшно долго. Так, по крайней мере, казалось Бергу. Доктор потрепал девочку по щеке, отвел Берга в сторону. Я ее подготовил. С девочкой пойду я и Левшин. Вы останетесь здесь. Думаю, что сегодня вы увидите маленькое чудо. он улыбнулся, но вместо улыбки лицо его сморщилось в нервную гримасу. Они ушли. Обручев ходил по комнате, вынул из ящика яхту и долго вертел ее в руках. В голове скакали клочки несуразных мыслей. Сколько она стоит? Да, 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 значит так, полтора рубля и дом на Черноморской номер пятнадцать. Он повертел яхту, спрятал ее в ящик. Руки его тряслись, он засунул их в карманы. Говорить он не мог, губы дергала судорога. Берг сидел спиной к окну и прислушивался. Обручев обернулся, Берг вздохнул, уронил папиросу. Тише вы, сказал он с ненавистью, не скрипите ботинками. Берг улыбался так же, как доктор, криво, болезненно, улыбка его была похожа на гримасу невыносимой боли. Скорей бы, Обручев почти плакал, что, они умерли, что ли? Берг медленно встал, повернулся к окну, отскочил вглубь комнаты и пробормотал уже, уже. В саду раздался крик. Много позже при воспоминании о нем Берг всегда мучительно краснел. Это был крик животной радости. Так кричат раненые, когда у них вынули пулю. За криком последовал чистый мягкий смех, бубнил капитан и тихо в полголоса говорил что-то доктор. Потом женский голос, незнакомый и внятный, сказал в стаду, как на сцене, покажите же мне его, сейчас, непременно. Берг, Обручев задохся, она выздоровела. Видите, Берг? Тише, приглушенно крикнул Берг, надо бежать. Он толкнул Обручево к двери на черный ход. Они выскочили на крыльцо и помчались через стад. Берг перепрыгнул через низкую ограду, поранил руку о колючую проволоку. Они долго бежали по огороду, ломая помидоры, и чей-то голос яростно вопил, казалось, над самой головой, стой, быстрюки, сволочь несчастная, стой! Они перелезли через вторую ограду, пробежали пыльным переулком и остановились. Было знойно и пусто. С руки Берга капала черная кровь. Берг туго затянул руку носовым платком. Теперь драло, сказал он, все еще вздрагивая. Двинем пешком, на трамвае опасно, мы можем их встретить. В город шли долго. У всех ларьков пили, отдуваясь ледяную воду из граненых стаканчиков. Около рыжего, пахнущего керосином дома на Молдаванке Берг присел на скамейку. Отдохнем. Хорошо, что Левшин не знает вашего адреса. Не заходя домой, они прошли на австрийский пляж купаться. Когда Обручев вылез из воды, Берг не глядя на него пробормотал. Я вам покажу вивисекцию, сопливый гуманист. Обручев похлопал его по загорелой спине. Из-за рейдового мола, нестя перед носом снеговую пену, выходил в море высокий пароход. Ветер косо сносил дым из трубы. Пароход медленно поворачивался и, казалось, зорко вглядывался в шумящие стеклянные дали, куда лежал его путь. «Завтра двинем на пляж Ковалевского», сказал Берг. «Все остальные мы уже осмотрели, а потом в Крым». Обручев раскрыл Марселя Пруст. Он читал, и строчки сливались в серые полосы. Все, что случилось, было просто, вполне понятно и вместе с тем почти чудесно. Обручев никак не мог примирить этих двух начал. Он поглядывал на Берга и думал, что в его жизни будет много занятных историй. Берг крепко уснул. Наступало второе солнце, и сон был безопасен. На пляж Ковалевского за Большефонтанским маяком поехали через неделю. Берг сжегся и в шесть дней не выходил на солнце, мазался вазелином и стонал. На пляже было желто от глинистых обрывов. Цвел терновник. По дороге к пляжу в степи росла полынь. На пляже Берг снял белые туфли, подошвы стали серебристо-зеленого цвета. Он понюхал их полынь, бедомерная полынь. Берг облизал губы, поморщился. Даже на губах горечь. Обручев взялся за неизменного Пруста. Берг достал томик стихов Мария Эредия. Стихи он читал редко, только после завершения крупного дела. Раскрывая томик Эредия, он сказал, теперь можно побаловаться. Он лег на спину, читал, перечитывал и вслух повторял каждую строчку. Вдруг остановился, вгляделся в страницу и пробормотал «Что за черт?» Он нашел суровые и грустные стихи, начинающиеся словами «Разрушен древний храм на мысе над обрывом, перемешала смерть в рудой земле пустынь, героев бронзовых и мраморных богинь, покоя славу их в кустарнике дремливом». Он увидел строчку «Земля как мать нежна к забытым божествам» и вспомнил дневник Нелидова «Сияние капитанского примуса и свое купание в серебрянке». Широкий ветер дул на горячие пески и переворачивал твердые страницы. «Эх, жить бы так целую вечность», подумал Берг, и вздрогнул от окрика обручевал «Ложись». Берг поднял голову «Ложитесь, говорю вам, спрячьте голову, это она». Берг перевернулся спиной вверх, положил голову на руки и из-под пальцев посмотрел вдоль берега. Навстречу шла Левшина. Ветер рвал ее платье, она по-детски придерживала его у колен. Ветер обнажал ее ноги, показывал черту черных, туго обхватывающих бедра трусиков. Ее улыбка, блеск глаз и зубов производили впечатление необычайной молодости. Она казалась подростком. Нинка бежала по краю прибоя. Левшина прошла в двух шагах от Берга и обручева. Они лежали как мертвые. Левшина сказала «Не ног и смотри получше, не пропусти дядю». Берг затаил дыхание, в рот ему попал песок. Левшина остановилась в шагах в ста и сбросила платье. Берг сказал обручев «Не похоже, что это ее дочка. У нее тело девушки. Она повторяет, мне кажется, ваш гениальный план. Она ищет вас». «Ну и пусть». Берг сел спиной к Левшиной и начал поспешно одеваться. «Ну и пусть». «Что вы не понимаете, надо смываться». Смылись они очень быстро. Берг отправил рапорт капитану о том, что ни пирица на Ненелидове в Одессе не обнаружено и что он выезжает в Севастополь. Уехал он через два дня, шел Ильич. На просторных палубах было свежо и чисто, в проходах дул сквозной приятный ветер, а на малу лежал чудовищный зной и пахло стерой. Обручев не выдержал и сбежал. Берг свистывал и бродил по пароходу среди чемоданов, детей, собак, возбужденных женщин, крика, грома лебедок. Берег ушел гигантской стаей машущих крыльями чаек, провожающие махали шляпами и платками. Прошли ржавые от зноя берега фонтана, пляж Ковалевского и пароход тяжело чертя по горизонту букшпритом повернул в открытое море. Уберга защемило сердце, и он подумал, что уезжать сейчас из Одессы, пожалуй, не стоило. Бегу от судьбы, пробормотал он и пошел в кают компанию с видом человека, проплававшего по морям всю жизнь. Берега Одессы опускались в густое море, в древнюю мглу. Шум волн, казалось, старался загладить в память одесские дни. «Да, много было солнца», сказал вслух Берг и вздохнул. Официант покосился и поставил перед ним стакан крепчайшего красного чая с кружком бледно-золотого лимона. Китаец прачка. В Таганроге Батурин прожил неделю. Никаких следов Перестана и Нелидовой он не нашел и решил ехать в Бердянск. Решение это стоило двух бессонных ночей. Он думал о Вале и опять пришла к нему пронзительная жалость. Он не находил себе места. Вале была молчалива. Она догадывалась, что Батурин решил уехать, но ничего не спрашивала, только плакала по ночам. Все это было тем тяжелее для Батурина, что она ни слова не сказала ему о любви. Всю неделю Батурин прожил с ней как с давно потерянным другом. Вечером накануне отъезда Валя ушла, ничего не сказав, и вернулась около полуночи. Электричество в номере не горело. Батурин сидел при свече и писал письмо капитану. Валя остановилась в темных дверях. Батурин слышал ее отрывистое дыхание и внезапно еще не видя ее понял, что несчастье вошло вместе с ней в пустую комнату. Это ощущение непоправимой беды было так остро, что Батурин боялся оглянуться. Валя позвал он тихо. Она молчала. Валя, вы? Она молчала. Электрическая лампочка медленно налилась мертвым светом. Батурин оглянулся и встал. Так они стояли несколько минут. Валя была бледна, яркие пятна на ее щеках казались трупными, глаза были полузакрыты. Я, хрипло сказала она, не разговаривайте со мной, иначе я буду кричать. Она, шатаясь, подошла к кровати, упала на нее ничком и затихла. Батурин потушил свет, сел на подоконник и просидел несколько часов. Ему было холодно, неуютно и сурово гудело море. Стараясь не шуметь, он закурил, спичка отсветила пустую комнату, раскрытый чемодан на полу, вздрагивающую спину Вали. Валя села на кровать и поправила волосы. Ну вот, она вздохнула сделанным облегчением. Все и прошло. Завтра провожу вас и поеду в Ростов. Поезжайте со мной. Нет, спасибо. Она помолчала и тихо добавила «Зачем?» Батурин ничего не ответил. «Зачем?» повторила громче Валя. «Да вы не бойтесь, я опять кокаину нанюхалась. Уже все прошло». «Я вижу», сказал Батурин. Ему хотелось сказать ей, что впереди горькая, но прекрасная и переменчивая жизнь, моря, встречи, снежные зимы, тепло человеческих душ, но он сдержал свой порыв и вслух оценил свои мысли. Все это сантименты. Он не видел, как Валя сжалась, будто ее ударили по щеке и покраснела до слез. «Да», ответила она глухо, «конечно не стоит, а теперь ложитесь, светает». Батурин лег, он долго не мог согреться, шум утра раздражал его и прерывал короткие сны. На следующий вечер он уезжал. Ветер обрушился на город. Он был неизвестно откуда, казалось, со всех сторон, хлопал ставнями, пылил, свинцовыми полосами гулял по морю. К вечеру он усилился. Фонари мигали, но не светили. Умолот скрипел на тросах блещущий черной краской пароход Феодосия. Город, степи, вся жизнь тонули в этом рвущем дыхании в ветряном водопаде. На пристани Валя, прощаясь, поцеловала Батурина. В этом первом ее поцелуе была горечь и слезы. Батурин ощутил на губах соленый привкус. Он сжал ее руки, но Валя быстро сказала «Идите». С палубы он смотрел на нее. Мертвая улыбка кривила его губы. Валя подошла к краю пристани. Ветер трепал черными порывами ее платья. Рядом с Батуриным стоял китаец, щуря впадины дряхлых тысячелетних глаз. Он смотрел то на Валю, то на Батурина, почесывая поясницу. Когда пароход отвалил, яростно свистя паром, Валя подняла руку и что-то крикнуло. Батурин не расслышал. Огонь фонаря пробежал по ее лицу. Глаза ее были полны слез. Она быстро подошла к корме парохода и опять что-то крикнула, но Батурин снова не расслышал. В ответ он только махнул рукой. Черная пристань с двумя желтыми фонарями шумя отодвинулась назад. Сбоку со стороны моря ударил ветер. Понес степенье пара, крики, шум волн, бивших омол. Кончено подумал Батурин, и сел на корме за рубкой. Рядом на скамейке сидел китаец. На его лайковое лицо светила тусклая лампочка со спардека. Скрипели рулевые цепи, и гулка дышала машина. Звезды пересыпались белыми зернами. Волны с тихим шумом шли с запада и уходили прочь к Таганрогу, будто спешили на штурм отдаленной крепости. Китаец перекинулся с Батурином несколькими словами. Он держал в Бердянске прачечную. Звали его Ли Ван. Родом он был из Фуджоу. В Мариуполь пришли ранним утром. На море лег дымный синеватый штиль. Ослепительно хохотали рыбачки. Они тащили в корзинах с полицей рыбы. Батурин во время стоянки парохода сходил на базар заваленный помидорами. Море накатывалось на сухую розовую поутру степь. Серые валы стояли на берегу. Их глаза были синие и влажные как море. В Мариуполе Батурин не останавливался. Следы Пирисона по словам Вали могли быть только в Бердянске и Керчи. Он сошел в Бердянске вместе с Ли Ваном. На пароходе Ли Ван был немногословен. Он спал или ел копченую кефаль облизывая детские коричневые пальцы. Иногда он смотрел за борт и пел унылые песни. Бердянск был крепко высушен солнцем. На набережной хрустел сухой чертополох. Листва акации уже желтела, хотя был только июнь. Рыжие кошки спали на тротуарах. Пустынность и сухость этих мест пришлись по душе Батурину. Тут я застряну, решил он, забыв о гневных капитанских письмах. Надо было собраться с мыслями. Он чувствовал себя как человек, ошибившийся поездом, едущий совсем не туда, куда надо. Он решил подольше остановиться в Бердянске на рубеже Азовского моря. Он цеплялся за этот город, как будто дальше была пропасть. По совету Ливана он снял комнату у вдовы Матроски Игнатовны, ходившей на поденщину к грекам. Ливан принял Батурина за камевые жора, тоже думала и старуха Игнатовна. Несколько дней Батурин провалялся на маленьком каменистом пляже. Он загорал, курил, не хотел ни читать, ни думать. Мягкое оцепенение сковывало тело. Было такое состояние, как после сыпного тифа. Хотелось пустынности, дней бесшумных, как солнце, свежего сна и простой какой-нибудь песенки. Батурину нравилось, что в столовой, где он обедал, было темно от зелени и пустынно. Когда хозяин звякал тарелками, Батурин вздрагивал и оглядывался. За окном было видно море, на углу под акацией спал, сидя чистильщик сапог, морщинистый и бессловесный айсер. Лишь изредка по чистым скатертям дул ветер, и дым папиросы улетал к хозяину за черную таинственную стойку. Там блестели бутылки и розовый, золоченый, и синий строй чайников напоминал лубочную персидскую сказку. Батурин рассказал Игнатовне, что ищет сестру. Она в свое время бежала с добровольцами из Киева и якобы жила в Бердянске. Игнатовна поохала, вытерла глаза уголком платка и пошла на поденщину мыть полы к грекам. А через сутки историю Батурина знали все старухи и простоволосые женщины, стиравшие по дворам белье. Они провожали его ласковыми взглядами и ставили в пример мужьям. Вот смотри, как человек за сестру заботится. Не то, что ты, Ирод, тебе и жена не человек, не говоря за сестру. Фу! Однажды в столовой к Батурину подсел и представился какой-то черный человек. Фамилия его была Лойба. Коми-воезжор по профессии, он ввиду плохих дел и отсутствия солидных фирм, Лойба вздохнул в пышные мапасановские усы, имел вид жалкий и занимался низким ремеслом, работал шпагоглотателем в местном цирке. Лойба говорил с польским прононсом, был величав и благороден в нищете, называл Батурина коллега и проявил большие познания по части подтяжек, дамских подвязок и прочей галантерей. Он сказал Батурину «Я специально позволил себе побеспокоить вас, коллега, зная о вашем семейном затруднении. Мы люди ума интеллигенты, я служил в австрийском посольстве в Петрограде, мы понимаем друг друга, извиняюсь, но я вспомнил. Я уже третий год вынужден жить тут в этой паскудной дыре, и я многих знаю. Перед эвакуацией одна молодая женщина вышла замуж за английского офицера, и они уехали на миноносце в Турцию. Извиняюсь, если ошибся». Батурин Батурин вежливости расспросил. Молодая женщина была толста, глаза имела как слезы ребенка, закручивала косы вокруг головы, и звали ее Эсфирь Львовна. «Нет, это не подходит». «А вы случайно не встречали здесь американца Пирисона?» Лойба покосился. «Нет, знаете, со всякими проходимцами я не имел дела». «Почему проходимцами?» «Достаточно, что у нас в цирке есть американец. Он делает всякие штуки на трапециях. Так он, знаете, не имеет ни малейшего почтения к людям. Он достиг такой наглости, что заявил на меня, будто я ворую из столовой серебряные кольца для салфеток и прочие вещи. Я имел через него большие неприятности». Батурин пристально посмотрел на Лойбу и решил от него отвязаться. Но это оказалось делом трудным. Лойба попадался всюду и, тотчас же, подняв косматые брови, начинал врать об австрийском посольстве и жаловаться на дикость туземцев. Батурину наконец стало казаться, что никакого Пирисона нет, как нет и Нелидовой, что вся эта история выдумана. Он пал духом изощрялся в придумывании невероятных планов, как найти Пирисона, но при осуществлении их упирался в единственный выход – расспрос. Это было скучно и походило на лотерею. Человек, который смог бы сказать, где Пирисон и Нелидова, представлялся недосягаемым, как выигрыш в сто тысяч. Искать такого человека было бессмысленно, поэтому Батурин избрал легчайший путь – ждать счастливой случайности. Бердянск тускло поблескивал черепичными крышами и морем. Временами дул горячий ветер с юга. Батурин любил такие дни, потому что был уверен, что ветер дует из Африки. Свет дня был мутный, и безоблачное небо становилось сизом, как в грозу. Неизмеримая жара повисла в воздухе опаленным ветром. В один из таких дней Батурин, сидя в столовой, набросал на меню несколько фраз. Он хотел передать настроение этих ветровых дней. Перечитывая написанное, он сказал себе «Постой, постой!» и улыбнулся. Фразы были крепкие, звучали сжато, беспощадно, как дни, о которых он писал. «Есть!» сказал Батурин. «Мозги проветрены!» «Теперь пора!» С этого дня он пока только для себя стал писателем. Не имея представления о сложности сюжетов, архитектуре повестей, умолчаниях, торможениях повествования, он чувствовал тяжесть от обилия образов. Они были еще далеки от нужной четкости, мутны, как цвет ветреных дней, но они пенились и подымались, разбрызгивая тончайшие капли влаги. Он ждал. Это ожидание было похоже на горные хребты в тумане. То там, то тут просвечивает розовый лед, и с дрожью, предчувствуя необычайное зрелище, ждешь, когда туман растает, и блеск снежной весны над глетчерами откроется в своем блистающем молчании. Как хорошо, повторил Батурин. Казалось, мир залит жгучим светом, и вещи раскрыли свою вторую сущность, более глубокую, сложную, чем та, среди которой он жил до сих пор. Это состояние напоминало бред, влюбленность. В каждой будничной вещи были скрыты волнующиеся, как море, легенды. Батурин стал понимать, как коротка жизнь. Он казался себе мальчишкой, который хочет остановить руками водопад. Исполинский поток света, влаги, спектральных лучей и плачет от бессилия. Едва Батурин пытался закрепить один образ как новый, еще более томительный, ускользающий, рождался в мозгу. Были тончайшие вещи, что никак не укладывались на бумагу. Скорей, скорей, вот единственное чувство, которое в те дни испытывал Батурин, письма капитана лежали нераспечатанными. Батурин казался себе похожим на рыбу-глистовку. Ее он часто видел в порту. Она выскакивала из воды, будто хотела лететь, падала на бок, быстро кружилась, опять выскакивала, кружилась и издыхала. Это была болезнь. Попытки рыбы летать напоминали Батурину его бессилие, когда он сталкивался с немощью родного языка. Лойбу он как-то прогнал к столовой, сказав ему, уйдите, вы мне мешаете, и не заметил, как тот подошел к хозяину, покрутил пальцем около лба и злобно прошептал психопат. У него, знаете, полное смешение мыслей. Для того, чтобы писать Батурину чего-то не хватало, он думал, искал, ему казалось порой, что нужна музыка, ее благородный пафос и необъятный разлив развязанных звуков, но потом решил, нет, не то. Подъем сменяла тяжелая усталость, невольно в голову лезли мысли, что он разбудил черта, непонятную болезнь и выздоровления от нее не будет. Напал, думал Батурин и холодил от возбуждения. В таком состоянии он вернулся однажды в сумерки домой. Игнатовна подала ему записку. Ну, дал Бог счастья, заторотовала она, сестра ваша нашлась, сегодня приходила час назад, вот эту записку вам оставила, вы ее шукаете, а она вас, приехала, говорит, за ним вдогонку узнала, что он в Бердянске. Батурин прошел к себе, встал у окна и развернул записку, она была от Вали. Не пугайтесь, писала она, приехала в Бердянск на несколько дней, боялась, что вас не застану, через час приду. Батурин бросился на улицу искать ее, он пошел к порту, в каменном пустом переулке он увидел Валю, она быстро шла впереди, в прорези между домами виднелось темное вечернее море и огни парохода. Батурин остановился, мысль о широкой волнующейся как море легенде вспыхнула детским восторгом, Валя, крикнул он и прислонился к решетке сухого сада. Она обернулась, рванулась к нему, протянула руки, Батурин сжал их, посмотрел в ее глаза и понял, что не хватало ему вот этого страшного и чистого начала, этой женской, еще не разгаданной сущности, что была в ее темных и сверкающих зрачках. Не сердитесь, спросила она, всматриваясь в его лицо, будто стараясь запомнить его навсегда. Видите, какая я, приливчивая, не даю вам покоя. Батурин закрыл ее ладонями свои глаза, как делают маленькие дети, и ничего не ответил. Валя спросила, чуть слышно одними губами, ну что, 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 мальчик мой милый? Волнение его могло окончиться освежающими слезами, но резким напряжением он сдержал себя. В его волнении вдруг появилась неясная мысль, что-то было связано с этими словами «мальчик мой милый». Во сне ли, в памяти ли детских лет, когда была жива его мать, но где-то он слышал эти слова. Они прошли на набережную, серую от ночного света. Это был отблеск воды, звезд. Возможно, горячий ветер тоже излучал неясный свет. Валя села на чугунный ржавый причал. Батурин опустился на теплые камни у ее ног. Она говорила, наклоняясь к нему, не отпуская его руку. Терпко пахла колючая трава. Ржавый подъемный кран, казалось, слушал голос Вали. У каменной лестницы качались, кланяясь морю, старые шлюпки. «Теперь все-все долой», говорила Валя. «У меня нет ничего позади, ни отца, ни ребенка, ни асфальта, я новая. Вы слышите меня? Вы должны знать, как это случилось. Я два раза была больна, два раза травилась, все спасали. Я думала, зря спасают, все равно свое сделаю, а теперь я готова ноги целовать тем, кто меня спас. Доктор такой рыжий, мрачный и такой милый, из скорой помощи. Он мне сказал, если не себе, так другим пригодитесь. А я его выругала за это. Так скверно. Валя замолчала. Батурин осторожно тронул ее холодные ногти. Ну говорите же. Я, Валя вздрогнула, я дочь врача, я училась в гимназии. Отец бежал от голода на юг в Ростов, взял меня, у меня тогда уже был у девчонки ребенок, мальчик, ему было полтора года, он еще не умел говорить. В Ростове мы прожили долго, было плохо, трудно, но я не хотел дальше никуда ехать. А потом отец заболел сопняком. Через неделю мальчик заболел скарлатиной и положили их вместе в один госпиталь на Таганрогском проспекте. Там лежали солдаты, детей почти не было. Я жила в палате, где был мальчик, спала на полу вся вовшах. Если бы вы слышали, как он плакал по ночам маленький, у вас бы разорвалось сердце. А кругом матерщина, канонада, красные подходили к городу. Кому он нужен был, мальчишка, кроме меня? Даже врачи его не смотрели. Валя взяла Батурина за подбородок, подняла его голову. Он снизу смотрел в ее лицо. Она плакала, не скрываясь, не сдерживаясь, слезы капали на его волосы. Ну скажите, зачем это? Тихо спросила она. Зачем пропал? Маленький. Вы один поймете, как мне было горько. Потом началась эвакуация. Больных стали вывозить. Некоторые шли сами, падали с лестниц, разбивались. Я бросилась в город, упросила хозяйку пустить мальчик. Тогда скарлатина и сопняка боялись хуже чумы. Не знаю почему, но она согласилась. Уж очень должно быть, я была страшная. Я побежала в госпиталь, сказала отцу, что возьму мальчика, а потом его. Отец щелкал зубами, молил, Валя, скорее, Валя, скорее, врачи уже бежали, нас здесь перебьют, военный ведь лазарет. Тогда думали, что в лазаретах всех рубят шашками. В палатах совсем пусто, лежат только одинокие, у кого никого нет. Зовут. Некоторые ползли к дверям. Один, помню, радовался, что за час прополз через две палаты. А куда ползут, неизвестно. Я разыскал санитара. Васильевич был такой санитар. Прошу перенести отца, а сама не знаю куда, мысли путаются. Он согласился. Пойдем, говорит, тут через два квартала я живу, у меня носилки, захватен. Вы мне поможете его вытащить, а на улице кто-нибудь найдется. Я пошла. Уже снаряды рвались. Я даже не слышала, только видела, казалось, не ярче, чем вспыхивает спичка. Он привел меня в комнату, не помню даже куда, стоят носилки. Я схватила их, а он остановил меня и спрашивает, а плата? Я взглянула на него, похолодела, молчу. Вдруг вспомнила, ведь в госпитале я видела носилки. Он позвал какого-то парня, показал на меня, говорит, денег у нее нет, придется взять нам с нее плату натурой. Лучше я не буду вспоминать, ведь там у меня лежал мальчик, ждал. Вырвалась я от них через час, бросилась к госпиталю, а он, Валя задохлась. Сгорел он, сказала она, пересиливая удушье, все было в огне. Я рванулась к двери, меня ударили в грудь, я упала, меня затоптали, подожгли, отступая. Говорят, боялись, что захватят списки больных, тех, что остались в Ростове. И мальчик мой там сгорел, опоздала. Один без меня и отец. Она опустилась на землю рядом с Батурином, крепко взяла его за руки. Я осталась одна, совсем одна, даже трудно представить, как это было страшно. Маня подобрала, дала кокаину. Надо было забыть все, иначе нельзя было жить. А дальше не стоит рассказывать, так я и осталась с Маней. Переменилась, будто вытряхнули из меня старую душу, и вот теперь она смотрела на море и забывчиво гладила руку Батурина. От волос ее шел легкий печальный запах. Больше они ни о чем не говорили. Около дома Игнатовны встретился Ливан. Он шел крадучись, согнувшись, как на лыжах. У этого китайца я оставила в прачечной вещи, здесь рядом с вами, сказала Валя. Завтра возьму. Кажется, я в Ростове его встречала. Он ходит за мной, как кошка за мышью. В комнате Батурин открыл окно. За ним тихо шумела кромешная тьма. Не зажигая огня, они легли. Батурин лег на полу. Сквозь сон он слышал, как Валя тихо встала, закрыла ставни. Проснулся он от ощущения, какое было в Таганроге перед отъездом. Ему приснилось, что в комнату вошло нечастье. Он даже видел его, это был человек из серого ситца, грязный, как тряпичная кукла. Розовые его глаза зло и долго смотрели на Батурина. Батурин ударил его по голове, раздался крысиный писк, клубами взвелась шершавая пыль. Тряпичный человек упал мягко и тупо, и Батурин проснулся. Валя сидела на кровати, закутавшись в одеяло, глаза ее были широко открыты. Под окном кто-то стоит вот уже почти час, прошептала она и виновата взглянула на Батурина. Батурин вскочил. В щели ставень неуютно сочился белесый рассвет. В самую широкую щель смотрели немигающие дряхлые глаза Ли Вана. Ли Ван быстро присел и побежал вдоль стены сгибая ноги будто тащил тяжелый груз. Батурин вздрогнул. У китайца была узкая и страшная спина. На нем была ватная безрукавка. Он напомнил Батурину приснившегося тряпичного человека. Никого нет не оглядываясь сказал Батурин. Вам почурилось? Валя легла укуталась и пролежала не двигаясь до утра. Утром пошли на берег купаться а потом пить чай в столовую. На берегу Батурин смотрел издали на Валю на ее стройные и сильные ноги на маленькие трогательные груди. Крупные капли стекали по ее плечам. Солнце било в глаза. Она жмулилась как девочка и торопилась одеться. Прикосновение к ней казалось Батурину кощунством. Он подумал что надо убивать всех мужчин глядящих на женщину со слюнявым вожделением. Внезапно эта мысль сузилась и он сказал улыбаясь я убью Пирисона. Лучше его не встречать. На рейде плавал в тумане серый пароход. Валя подошла к нему море вспыхивало в глубине ее глаз синими глазами. Зайчики от воды перебегали по смуглому телу. Какой-то рыжий песик бежал за ней лаял на волны и откатывался от них мохнатым шаром. Заловый со свежих букетов падали на скатерть капли воды. Родниковый ветер продувал комнату. Полчаса назад он пролетал над Севастополем над морем. В нем даже слышался запах водорослей соли женских ладоней. Море переливалось блестя и перекликаясь. Над террасой хлопали полосатые полотнича, а чистильщик сапог сидел на корточках под акацией и ел маслины с хлебом. Валя взглянула на Батурина, покраснела и поняла, что теперь все решено. из столовой она пошла к Ливану взять вещи. Маленький чемодан. Батурин ждал ее в столовой. Прошло полчаса, час. Рыжий песик приплелся в столовую, сел около Батурина и сокрушенно вздохнул. Батурин дал ему корочку, песик деликатно взял ее зубами и отошел в угол. Глухая тревога как тошнота подкатила к горлу. Почему Валя нет? Батурин решил идти к Ливану. В дверях он столкнулся с Лойбой. Лойбов бежал морщася и улыбаясь. Мапасановские усы его были растрепаны. Здравствуйте, коллега, крикнул он. Вы здесь? Вы сидите как философ и ничего не знаете? Мимо столовой тяжело пробежал, придерживая кобуру, милиционер в пыльных коричневых сапогах. За ним быстро прошло несколько греков в крахмальных рубахах без воротничков. Должно быть парикмахеры, подумал Батурин и спросил грубой, в чем дело? Курву одну убили, вот тут за углом, в прачечном заведении. Кого? Ну, знаете, девку гулящую. Батурин стремительно ударил Лойбу кулаком в переносицу. Лойба схватился за стену, издал крысиный писк и упал на стул мягко и тупо. Паршивая сволочь, крикнул он в спину Батурину, размазывая по усам липкую кровь. Я покажу тебе, как драться, психопат. Батурин плохо помнил, как попал в прачечную. Он покачнулся, упал, разбил в кровь колено, запах жавеля и пара протрезвил его. Отчаяние, от которого мутнеет в глазах и можно убить каждого, кто подвернется по дороге, дало ему последнюю нечеловеческую силу. Он только стиснул зубы, когда увидел на полу валено тело, опухший черный висок и прекрасные, но уже мертвые глаза. Юбка была разорвана, была видна нога в тугом высоком чулке, рядом валялся чугунный утюг с большой деревянной ручкой. Милиционер в коричневых сапогах прикрыл труп простыней. Батурин отшатнулся. В углу простыни были вышиты латинские буквы «Джи-П». Матурин прислонился к стене. Голова его стучала об стенку. Он стиснул себе подбородок, чтобы унять дрожь. Милицейский с портфелем допрашивал беременную бабу, жену Ливана. Ливан скрылся. «Вы знаете убитую?» «Я не знаю. Муж говорил, что гулящая». «Как произошло убийство?» Баба молчала. «Говори», сказал милицейский ледяным издавленным голосом. «Говори». Он сжал портфель. «Не, я не бачила». «Кто убил?» «Известно муж». «Почему он убил?» «Да очень же просто. Я тяжелый, мне завтра родить. Не могу я с им жить, как с мужем. Вы сами знаете, товарищ начальник. Он же без бабы ни одного дня». А тут Эд приехала из Ростова, где-то ночевала с мужчиной, сегодня пришла за чемоданом за своим. Что промеж них было, не знаю, только он должно хотел насильство над ней сделать. Она его ножницами ударила в лицо, губу разорвала, а он ее утюгом. «Значит, вы видели, как произошло убийство?» «Как начался крик, я выбегла в соседнюю комнату, вижу, он весь в крови, хватает утюг, я схоронилась за печкой, да там и простояла, пока не набежали люди». «Ну что ж, посидишь. Где вещи убитой?» Баба принесла небольшой фибровый чемодан. Милицейский открыл его. Там было белое платье, чулки, белье, перчатки и несколько листков бумаги, густо исписанных и измятых. Батурин подошел к полицейскому и сказал «Убитая провела последнюю ночь у меня, я хочу дать показания». Милицейский отодвинул в сторону чемодан. «Вас допросить или вы напишите сами, я напишу». Милицейский дал Батурину лист бумаги. Батурин сел к столу. Он писал, что убитая вовсе не проститутка, а артистка, и он ее знает с детства. Милицейский вышел, надо было убрать труп. Батурин незаметно взял из чемодана записки Вали и быстро спрятал их в боковой карман. Потом он окончил показания, оставил адрес и ушел. Невыносимый полдень горел над степью. Тугие удары крови отзывались в мозгу колющей болью. «Куда же мне теперь?» растерянно подумал Батурин. «Кому я нужен?» Сознание детского непоправимого одиночества сменилось отчаянием. Батурин прошел через порт, вышел в степь и поврел берегом. Было знойно и невыразимо пусто. Он вспоминал потрясающую красоту этой девушки, думал о легких началах и страшных концах любви. Он звал ее и сдерживал слезы. Лишь одна-две изредка сползали по его щекам. День стремительно проносился над ним. Первый день в жизни ненужный пустой. Он был страшнее небытия, паралича, этот будничный день, насыщенный желтым угаром. Впервые Батурин почувствовал всем существом, как страшно жить и легче, неизмеримо легче умереть, отказаться от этого потрясающего последнего одиночества. Сердце запеклось, глаза высохли, во всем теле разгорался тихий жар, он все шел, спотыкаясь на восток. Упали сумерки. Ночь неслышно кралась за ним, потом заглянула в лицо. За день Батурин постарел на 10 лет. Казалось, ночь отшатнулась, стало светлее. Батурин шел по песчаной косе и остановился. Коса обрывалась у моря. Дальше идти было некуда. Надо было возвращаться обратно. Он сел на песок и тяжело, судорожно заплакал. Он царапал пальцами песок. Он знал, что в этот час тело Вали уже лежит в земле. Сел и вскрикнул. Только ночь и море видели его отчаяние. Простая и безжалостная человеческая жизнь шла далеко на хуторах в море, где слабо мерцали огни пароходов. И Батурин знал, что ее не сдвинуть с места. Вечный закон общения был глубоко ненавистен Батурину. Сам он в своих глазах потерял всякую цену. Он умер вместе с Валей. Только к утру пришла бледная мысль, что некому даже рассказать о Вале. И стало еще горше. На рассвете он побрел обратно в Бердянск. У него родился мутный и сумасшедший план ехать дальше во что бы то ни стало найти и убить Пирисона и потом покончить с собой. Он вспомнил простыню с вышитыми буквами Джи П и наморщил лоб. Связь между Пирисоном и Ливаном была для него очевидна. В Бердянск он вернулся к вечеру черный с изменившимся лицом. Темные глаза его казались светлыми, белки глаз пожелтели. Руки дрожали так, что он не мог выпить воды в ларьке, а когда покупал папиросы, рассыпал деньги и, не собрав их, пошел домой. Игнатовны не было. Батурин сложил вещи, запер комнату и ушел на пристань. Умула стоял сипя и погромыхивая лебедкой Феликс Дзержинский. Батурин пробрался на корму, лег на свернутых канатах, укрылся пальто и начал курить. Он курил, зажигая одну папиросу, а другую. Все дрожало у него в глазах. Сердце тошнотно замирало. В черной воде сжимались и разжимались полосы огней. Далеко у маяка всходила луна и волновалось море. Резиновое море, подумал Батурин и внедавно уснул. Сон его был похож на обморок. Он двое суток ничего не ел. Проснулся он ночью. Пароход был темен, безлюден, и казалось покинут в море командой. Стояло безветрие, но пароход высоко качало, шла мертвая зыбь. Звезды то возносились, то падали в ночь, и совсем зимняя зима висела кольцом по горизонту. На корме над лагом светила пятисвечевая лампочка, забранная проволочной сеткой. Безмолвно подошел матрос, посмотрел на лаг и прошел как тень обратно. При свете лампочки Батурин прочел листки, взятые в чемодане у Вали. Это был черновик ненаписанного письма. Милый, далекий мой, писала она, скажите, что мне с собой делать? Всю ночь в Таганроге проплакала, не могу никого видеть, уехала в Ростов. На вокзале чуть-чуть удержалась, чтобы не сорвать скатерть со стола в буфете. Такая тоска! Тянусь я за вами, люблю, мучаюсь. Должно быть, пришло настоящее. Раз я любила, но не так, совсем не так, больше дурачилась. Я спасла ему жизнь, после этого он сказал мне, что ненавидит меня и ушел. Я до сих пор не могу понять, как это можно, как он смел мне сказать такие страшные слова. Я его ненавижу. Я знаю, что теперь любить меня не надо. А вот все жду, жду как ребенок хоть одного вашего ласкового слова. Как может быть солнце, синее небо, как можно радоваться, когда нет вас. Все остальное было зачеркнуто. Утром под пепельным морем поднялись лысые берега. Пароход загудел, медленно поворачиваясь ржавой тушей. На скупых горах белой кучей лачуг была навалена керчь. Зеленый мыльный пролив качался и гремел у берегов. Было видно, что берега упрямые и каменистые. Дым из трубы швыряло из стороны в сторону. Снова напахло рыбой. Ветер мчался небом, хлопая задымленными флагами. Как может быть солнце, синее небо, как можно радоваться, когда нет вас? Снова прочел Батурин последние строчки письма. Позади, за ночным морем, за сутолокой бухт, поисками ненужных людей, за суетой выдуманных радостей и горстей, сверкали, как солнце в лагуне, дни в таганроге, детская красота вали, дрожь ее губ, теплота ладоней, жестокий конец неначтой любви. На берег Батурин сошел с отвращением. Несло отхожим местом, торговки продавали раскисшие от дождя пироги, и на волнах подскакивали бутылки и ломанные коробки от папирос. Батурин сел на чемодан, закурил и задумался. Ему некуда было идти. Он понял, что заболевает. Чертова страна. Капитан, долго краснея от негодования, читал объявления в коридоре гостиницы Сан-Рэмо. Это был обычнейший инвентарный список, но одно слово приводило капитана в состояние тихого бешенства. Когда он доходил до него, то бормотал от чертова страна и нахлобучив помятую кепку с золотым якорем спускался на жаркую улицу. Объявление, начинавшееся с перечисления буфетов, столов и умывальников, кончалось так. 40 табуретти, 138 сдули. Эти сдули не давали капитану покоя. Спросить же прислугу он не решался, пожалуй, засмеют. Во время одного из размышлений около инвентарного списка за спиной у капитана прошел насвистывая тяжелый человек. Капитан оглянулся и увидел широкую спину, легко свисавшие часучевый пиджак, лаковые туфли и носки лимонного цвета. Незнакомец курил трубку и капитан тотчас же узнал настоящую медоносную Вирджинию, трубочный табак Соединенных Штатов. Незнакомец показался капитану подозрительным и он решил о нем разузнать. В один из вечеров после этой встречи капитан был настроен радостно. Загадочное слово было внезапно расшифровано. Капитана осенило, когда он брился у парикмахера «Могучий, «Могучий, жутко дымящий Авероф был грозой эгейских морей». Только невежда и грубиян, каким был этот шумный и своенравный человек, мог высказать предположение, что на Аверофе деревянная якоря. Лазариди обиделся. Капитан отхохотался, взглянул в зеркало, и Лазариди, поднявший было бритву, опустил ее снова. Капитан побледнел и рассматривал в зеркале человека, сидевшего за столиком. Человек листал затрепанный прожектор. Из угла его рта торчала трубка, один глаз был прищурен от дыма, лицо казалось обваренным кипятком от недавнего загара, это был незнакомец, прошедший на днях у капитана за спиной. Капитан откинулся на спинку кресла, махнул Лазариди рукой, и бритье было закончено в угнетающем молчании. Только незнакомец тихо насвистывал фокстрот и рассеянно поглядывал на улицу. Там сверкал розовый вечер, и желтая пыль сыпалась с мемоз на волосы женщин. Капитан встал, медленно расплатился, долго считал и пересчитывал сдачу, чего до тех пор никогда не делал. Лазариди взглянул на него с презрением и обеими руками указал незнакомцу на стул. Побрить, сказал тот и сел высоко задрав ногу. Из-под полотняных брюк виднелись клетчатые лимонного цвета носки. Ну да, он подумал, капитан, при взгляде на носки. Американские носки. Капитан вспотел. Три месяца не пропали даром. Он перешел улицу и сел в Духане напротив, не спуская глаз с парикмахерской. Хозяин Духана Антон Харчелава, не спрашивая, поставил на стол бутылку качича и тарелку с горячей требухой. На вывеске Духана было написано «Свежая требушка». И этим блюдом Харчелава гордился по справедливости. Округлив глаза, он таинственно шепнул капитану «Есть маджарка». «Сейчас брат привез из Гудаут. Пробуй, пожалуйста». «Тащи». Капитан не отрывался от окна парикмахерской. «Вот получи вперед». «Ради бога, завтра заплатишь», рассердился Харчелава. «Что ты, сегодня бежишь в Америку?» «Ай, какой человек, какой человек». Харчелава подсокол и укоризненно помотал головой. «Слушай, Антон, вон у лазариди, видишь, что это за гусь бреется. Рожу, понимаешь, знакомая, а вспомнить никак не могу». «Этот», Харчелава щелкая на счетах взглянул на парикмахерскую, «этот американец, он табак покупает. Знаешь, Кахми, самый богатый купец в Константинополе, это его человек». «Ну да, он, подумал капитан, допил вино, и как бы потеряв всякий интерес к американцу, пошел в портовую контору разузнать о погрузке табака. На бульвар, на море и город жарким ветром налетала сухумская ночь. Темнота, лиловая и мягкая, как драгоценный мех, освежала сожженные лица. Белый пламень фонарей, отраженный меловыми стенами, заливал фруктовые лавки. Они были пряные до тошноты и пестрые, как натюрморты. Апельсины скромно пылали на черной листве. Запах жареных каштанов и треск их сопровождали капитана до портовой конторы. Черное море колебалось пыльным светом звезд. Птичье щелканье абхазской речи было очень кстати в тени эвкалиптов. За столиками люди в белом сжимали в черных лапах хрупкие стаканчики с мороженым. Весь сухум представлялся капитану декорацией экзотической пьесы. В портовой конторе капитан узнал что табак грузят на греческий пароход Кефалония. Через неделю пароход уходит в Константинополь. Грузят поверенные фирмы Кахми Виттоль. Кстати капитану передали письмо от Батурина из Керчи. Капитан приказал писать ему в портовые конторы сухопутным учреждениям он не доверял. Знаем мы какой ты Виттоль пробормотал капитан и распечатал письмо. Оно было кратко и поразило капитана своим тоном. Пирисон негодяй писал Батурин если найдете его то даже отобрав дневник если он у него заклинаю вас не выпускаете Пирисона из рук. Пирисон птица опасная и большого полета. Если найдете телеграфируйте немедленно я приеду. У меня с Пирисоном помимо всего есть личные счеты. Я болен двигаться не могу ничего опасного. Вы были правы. Пирисон спекулирует ценностями. Очевидно база у него в Батуме. Вам надо по-моему выехать поскорее туда. На черт мне сдался Батум сказал капитан прячь письмо. Мы этого типа и здесь прищелкнем. Но все же письмо вызвало у капитана множество сомнений. Какие личные счеты? Уж не нашел ли Батурин Нелидову и не влюбился ли в нее? Сомнения окончились тем, что капитан пошел на телеграф и послал Батурину телеграмму. Объясните галиматью относительно личных счетов. Не собираетесь ли жениться на Нелидовой? На болезнь наплюйте. С телеграфа капитан вернулся на бульвар, где вечером можно было встретить любого нужного человека. В низеньких кофейнях щелкали костяшки домино. После света кофеен море казалось кромешной бездной. Шум волн переливался с юга на север вдоль каменного парапета и возвращался обратно. Монотонность этого шума усыпляла. Капитан сидел на парапете, дремал и думал, что, пожалуй, ему одному не под силу будет взять Пирисона. Как всегда, почти достигнутая цель разочаровала его. Она далась случайно, а все случайное капитан считал непрочным, вроде карточного выигрыша. Для него имело цену лишь то, что давалось путем борьбы и напряжения. Капитан подремал, потом встал, зевнул и пошел к Сан-Рэму. На бульваре он встретил американца в лимонных носках, подошел к нему, поднял руку к козырьку и сказал мрачно «Позвольте прикурить». «Пожалуйста», ответил американец на чистейшем русском языке и протянул трубку. Капитан достал папиросу, размял ее, разглядел американца и спросил по-английски «Ну, как дела с табаком?» «Ничего». Американец не выразил ни малейшего удивления. «У меня есть кое-какие ценности». Капитан понизил голос и оглянулся. «Держать их опасно. Я хотел бы их сбыть». «Что вы имеете в виду?» «Разная мелочь, бриллианты, золото. Есть редкая художественная вещь, икона, вырезанная из перламутра. Этой иконой благословили на царство первого Романова». «Откуда вы ее взяли?» «Из музея». Капитан замялся и решил врать до конца. Спас от большевиков. «Вы знаете, царь и все прочее, они бы ее уничтожили. В икону вделаны жемчуга». Любопытно протянул американец, отвернулся и ответил по-русски. «Нет, благодарю вас. Я спекуляцией не занимаюсь и вам не советую». «Ну погоди», сказал ему в спину капитан, «ты у меня доходишься». Американец обернулся и минуту в упор смотрел на капитана. Он как бы примеривался. Капитан мрачно изучал его лицо. Оба поняли, что они враги и враги опасные. Капитан знал почему. Американец не знал, но догадывался, что капитан за ним шпионит. Толстая губа его презрительно вздернулась, показались широкие крепкие зубы. Он сказал будто вскользь, «Будьте осторожны», и быстро повернул в боковую улицу. Капитан вернулся к себе, звонил полчаса коридорному, тот не пришел. Капитан в сердцах обозвал всех туземцев с дулями и лег, изнывая от духоты и мучаясь мыслью, что выдал себя с головой. «Вот чертова страна», сказал он, и огорченный уснул. Утром он понял с необычайной ясностью, что дело проиграно. Вместо ловкого шахматного хода он пошел на нелепое уличное столкновение. Батурин и Берг так не сделали бы. Они были хитрее и тоньше. Капитан ругал себя последними словами. «Бревно!» Ведь надо же было разыграть грубого и неуклюжего шпика. «Позвольте прикурить». «Потом чушь с иконой Романовых». «И наконец угроза ты у меня доходишься». Он решил разузнать об американце все, что возможно, вызвать Батурина и тогда уже действовать. Два дня он посвятил осторожным расспросам и узнал, что американец бывает в Сухуме очень часто. Жены у него нет, живет он в Кифлисе, примерно раз в месяц приезжает Сухум для погрузки табака. Значит, время терпит. Тогда у капитана созрел сравнительно ясный план. Сначала надо найти Елидову, если же дневник не у нее, а у американца, в чем капитан был уверен, то выудить дневник при помощи Елидовой, поручив это дело Батурину. За Виттолем надо неотступно следить. Этот план казался простым и приемлемым. Капитан гнял от тебя мысли, что невидимый может быть найти Нида. Мои парнишки найдут, говорили. Улыбаюсь, будто похлопывал невидимых парнишек по плечу. На капитана действовало, как и на всех, блистательное и густое сухумское лето. Зной дрожал дымчатой влагой. Все вокруг и море, и горы, и город сливалось в хрустальную чашу, полную искр, блеска, теней и ветра. Цвели мандаринники. Их запах изнурял капитана. Железные нервы ослабли. По собственным его словам он дал слабину. Потом зацвели магнолии и принесли белую и сумрачную бессонницу. Капитан слушал по ночам голос моря и с досадой думал о наступлении утра. Оно кричало сотнями красок, было похоже на фруктовый базар, полно жестикуляций, шипения шашлычного сала и клекочущих звуков. Он сравнивал и думал, что в тропиках лучше. Там краски шире, громаднее, там тишина, девственный воздух наполнен исполинским медлительным солнцем, подчеркивающим эту тишину. Там солнце не мешало думать, а в сухуме оно казалось таким же суетливым, как весь этот гомозящийся, дико вращающий белками народ. Театральщина, думал капитан, вертят буркалами, никому не страшно. Капитан пристрастился к духану Харчелавы. На жестяной подставке были разложены помидоры, внизу горкой лежали раскаленные угли, помидоры лопались и выпускали ароматный сок. От угли тянуло синеватым угаром. Качич попахивал бурдюком, но изумительно прояснял голову. И помидоры, и угли, и Качич были пурпурного цвета, как и лицо Харчелавы. Красный бараний жир плавал островами во всех кушаньях, в Корчо, в Лобе, в Гоме, есть их, не запивая вином, было немыслимо. Капитан успокоился, особенно, когда узнал совершенно точно, что Виттель Перецон уехал в Гудауты и вернется через неделю. Он написал об этом Батурину в Керчь и Бергу в Севастополь и решил ждать. Дни напролет он просиживал у Харчелавы, китили его пропах вином. Капитан предавался воспоминаниям. Запсегдаты слушали его с большой охотой и каждого нового посетителя встречали шиканьем. Капитан курил крученые папиросы из красного дерущего горла самсуна и рассказывал о запахе табачного дыма. Даже Харчелава переставал щелкать на счетах и неохотно выходил в заднюю комнату за вином. «Мы европейцы потеряли нюх», говорил капитан и с торжеством осматривал немногочисленную свою аудиторию. Почему? Во-первых, насморки. Во-вторых, сложнейшее смешение паршивых запахов. Вот, например, я курю. Как вы думаете, на какое расстояние распространяется дым табака? На две сожжения? А я вам говорю, на десять верст. Я вам докажу. Я жил в Австралии, в Брисбене. А на севере Австралии, где еще не вымерли дикари, жил русский врач, старик. Мы австралиец прозвали его Львом Толстым. Он был нашим советчиком. У него был в лесу участок земли. Он с сыновьями обрабатывал его и жил фермерством. Кругом леса. Не леса, а стены не продерешься. От моря к усадьбе была прорублена дорога. Так в сожжении шире, чтобы проехать полостки. На берегу у начала дороги стоял шест и трепался флаг, потерявший всякий цвет. Погодите, это как раз история о табачном дыме. Слушайте дальше. Да, так вот, я поехал к этому врачу были дела от русской колонии. Меня высадил на берег почтовый пароход, и я пошел по дороге через лес. Я шел и, заметьте, курил трубку. Табак был черный, он называется Би-би. Курят его матросы, у сухопутных от него моментально начинается астма. И вот в версте от фермы меня встречает врач. Он вышел ко мне навстречу. Я смотрю на него как бык в зеркало. Я ничего ему не писал, по дороге меня никто не видел, там на десятки верст, кроме птиц, никого не встретите. Оказывается, к врачу прибежал туземец и сказал ему, к тебе идет белый моряк. Он высадился с парохода и прошел уже половину дороги. Я никого не видел, сказал я врачу. Дело в том, что и туземец вас не видел. Он живет в трех километрах к западу от дороги. Когда вы шли, был ветер? Да, сильный восточный ветер. Ну вот, доктор засмеялся, туземец узнал о вас по запаху табака. Он прибежал и говорит, в лесу пахнет табаком, такой сильный табак курят только моряки, запах идет от кенгуровой ямы на полдороге должно быть к тебе приехал белый человек. Вот и все, просто вот это нюх. По запаху трубки тебя вынехают издалека и кокнут за милую душу. Капитан вспомнил, что запах Вирджинии помог ему найти Пирисона и удовлетворенно ухмыльнулся. Среди слушателей капитана был некий Плотников, комсомолец тихий курносый юноша, родом из Корчево Тверской губернии. Работал он в кооперативе. В Сухуме среди магнолий, пальм и ультрамаринового неба он был как-то не к месту. Звали его Аполлинарий Фролович. Был он веснущат, говорил, спотыкаясь на каждом слове, и жил с мамашей Настасией Кирияковной на горе Чернявского в маленьком деревянном домишке. О том, как он попал в Сухум, Плотников рассказывал, сокрушенно вздыхая и очень невнятно. Выходило так, что, собственно, он не приехал, а его привезли. И не совсем привезли, а подбили товарищей. Ехали, мол, из Царицына, не то от голода, не то по получению райкома, понять было трудно, а потом он с великим трудом выписал в Сухум свою мамашу. Он уступил капитану крошечную комнату. Сквозь дырявый ее пол в изобилии лезли в комнату жуки, скорпионы, станошки и прочая пакость и производили ночью такой шум, будто в комнате работал мотор. Капитан погрузился в неторопливое благодушие. Утром тихо шумели сады. Их обдувал теплый черноморский ветер. Листва, покрытые слоем воска, блестела, как после обильного дождя и пахла камфорой. В бамбуковые заросли мяукал котенок, заблудившийся в необъятных этих джунглях. Медвежонок Плотникова Степа лазил по войлочным пальмовым стволам. Капитан умывался во дворе водой из цистерны, поглядывал на море и пел. Пел он старинные украинские песни о хлопцах запорожцах и сивой зазули. Потом вместе с Плотниковым он пил чай из кривенького самовара, стол ставили под громадный банановый лист, Настасья Ирияковна покрывала его грубой скатертью. На эту идиллию сердит поглядывала из окошка хозяйка дачи, швейцарская гражданка Викторина Герман, глубоко ущемленная революцией и вздорная старушонка. Наколка ее тряслась от негодования, когда свиньи русские соцали чай с блюдечка со звуком похожим на хрюканье и крошили зубами сахар. И еще медвежонок подлый и хитрый дверь. Он утром наревел, качался на паймах и спал на крышке цистерны. Когда он спал, старушка оставалась без воды. Медвежонка она боялась и думала, что плотников завел его нарочно, чтобы отравить ей существование. По ночам вокруг дома выли шакалы, и медвежонок глядел из комнаты в темноту зелеными хитрыми глазами я им покажу. Ночью с гор свежей водой лился ветер. Капитан иногда просыпался, швырял через окно шакалов припасенными днем камнями, и странные мысли приходили ему в голову. Например, он думал, что в этом старинном домике, тонувшем в зарослях лавровишни, может быть, жили во времена покорения Кавказа Лермонтов или Бестужев-Марлинский. В путеводителе он вычитал, что Лермонтов и Марлинский были в Сухуми и мучились здесь малярией. На базаре капитан встречал белокурах горцев с прозрачными лицами и очень светлыми глазами. Ему рассказали, что это чистые потомки крестоносцев, варентейцы, отступавшие из Палестины через Калхиду и застрявшие на тысячи лет на этих благословенных берегах. Своеобразие страны затягивало капитана медленно и крепко. Он ходил с Плотниковым на Новый Афон в горы и нашел там остатки гранитных римских маяков и мраморные плиты с непонятными надписями. Впервые при виде этих сероватых как бы восковых плит капитан почувствовал волнение, неведомая ему история говорила тысячелетним каменным языком. Пахло нагретым лесом, под плитами шуршали ящерицы, в суворочных маяках густо разрастались горы маленьких лиловых цветов. Капитан говорил шепотом. Ему чудилось, что он в древней колхиде, небо сверкало над головой, с моря в лес проникали синие радостные ветры. По берегам ледяных и шумливых рек песок блестел крупинками золота. Плотников говорил, что это серный колчедан, но капитану нравилось думать, что это чистое золото. Он намыл горсть золотых крупинок, но через день они почернели, и капитан с сожалением их выбросил. Сидя с Плотниковым в густых зарослях терновника, капитан курил, смотрел, как в лиловый дым табака влетали гудя шмели, и слушал рассказ Плотникова. Плотников спотыкаясь говорил, вы знаете, я читал, вот в этих значит местах через колхиду она шла через Нахарский перевал на Дербент, потом через Персию. Здесь богатые города были, золото добывали, суда ссылали лучших римских людей, вот под этим камнем, понимаете, может быть лежит Спартак какой-нибудь, или полководец изменивший Цезарю, чувствуете, суда Одиссей приезжал за золотом, золотое руно называется, я читал это, знаете, они так делали, брали баранью шкуру, клали ее вот в такую реченку, например, келосуру, вода в шерсть наносила золотой песок, отсюда и название золотое руно. Слушай, плотников, сказал капитан, вот перейдем к настоящему мирному строительству, тогда двинем брат с тобой по этому римскому пути, обследуем, Академии наук рапорт напишем, как думаешь, не стыдно будет таким делом заняться? Чего же стыдно, товарищ Кравченко, дело научное, чистое, так смотри, значит, двинем? Двинем. Капитан подумал, что сейчас не хватает Батурина или Берга, они рассказали бы об этом римском пути так, что мурашки забегали бы по коже. Он вспомнил слова Берга, что бы вы ни делали, делайте с пафосом, иначе у вас ни черта не получится. Что ж, верно, подумал капитан. Славные ребята. Дома после экскурсии в горы капитан застал письмо Батурина. Запоздал и ответ на телеграмму. Я пережил жестокое потрясение, писал Батурин. Говорить о нем не буду, издали вы не поймете. На Нелидовы жениться не собираюсь, бросьте ваши шуточки. Я прежде всего ее не нашел. Берг бездействует. Уже июль, а мы ни черта не сделали. Нажимайте, иначе мы сядем. На черта мне сдалось нажимать, пробормотал капитан. Погоди, получишь второе письмо, тогда запоешь иначе. Но все же он решил посвятить Плотникова в тайну поисков. Плотников подумал, поплевал на папироску и ответил, ну что ж, помогу. Дело, по-моему, почти государственное. Он действительно помог. Через несколько дней он рассказал капитану, что Виттель опять в Сухуме и сейчас уехал в Ачимчиры за табаком. Надо ехать вслед, забеспокоился капитан. Черт его знает, что у него там в Ачимчирах. Плотников отпросился с работы на два дня и они уехали. В Ачимчирах Виттеля не застали. Час назад он выехал на лошадях обратно в Сухум. Капитан побагровел и стукнул кулаком по столу. Они сидели в Духане. Сукин кот! Он хмуро посмотрел по сторонам. Опять я зеванул. Надо сейчас же жарить в Сухум. Духанщик посоветовал сговориться со Шкипером Абакяном. Шкипер собирался вечером отойти в Сухум. Нашли Абакяна. Он сидел на палубе паршивенькой моторной филюги со странным названием ошибка революции и ел кефаль. Абакян был суетлив, предупредителен, видимо, побаивался капитана. Что за название такое ошибка революции, а? Грозно спросил капитан. Что это значит? Ни цего не значит. Цестное слово ни цего залопотал Абакян и объяснил, что филюгу построили после революции, филюга вышла дрянная, вот и назвали ее ошибкой. Вот сдули. Что за народ, ей-богу, черт его знает. Абакян виноват и заморгал глазками и подтянул широченные коричневые штаны. Из-под синей его каскетки стекал пот. Пассажиры были страшные. Как бы чего не вышло, у Абакяна в трюме был запрятан безарцизный табак. Он пошел к Духанщику и долго с ним совещался. Духанщик подумал, высморкался в полу бешмета и таинственно поднес Абакяну ошеломляющую новость. Чекисты, тебя доведут до Сухума и там ты пропал. Сделай так, чтобы не попасть в Сухум, понимаешь? Абакян поплевал, подсокал и пошел на берег. Ай, ошибка, ай, ошибка случилась, бормотал он, вытирая рукавом пот. Руки его дрожали от скорби. Конечно, он пропал. Уныние плоских и грязных очимчир усугубляло тоскливое настроение. Он решил удрать раньше срока, но на палубе ошибки заметил страшных пассажиров. Сидят собаки, прошептал он. Сидят шакалы, чертовы дети, холера на их головы. Приходилось подчиниться судьбе. Вечером в редком тумане снялись с якоря и пошли. Ветра не было. Работал мотор. Он сопел и брызгал нефтью. Стук его быстро усыпил капитана и плотникова. Абакян сидел на руле. Скупые огни очимчир отодвигались, меняли места, гасли на пустой малярийной равнине. Горы ушли вглубь страны. Капитан повертелся на палубе, пробормотал, что у пиндосов и в море блохи и уснул. Волны шуршали оборта, как разрезанный шелк. Ошибка революции шла полным ходом. На рассвете капитан проснулся и растолкал плотникова. Подходили к сухуму. В рассветной муте полный снов горели редкие огни. Капитан потянулся, посмотрел на Абакяна. Абакян спал, обняв штурвальное колесо. Голова его ездила по ободу, каскетка свалилась. Ну и дрянной шкипережка. Капитан тряхнул Абакяна за плечо. Чего ж ты спишь, зараза, на штурвале? Суда не нюхал арестант. Абакян помотал головой, замычал и свалился на палубу. капитан капитан отодвинул его ногой, стал к штурвалу и сказал вниз мотористу, ты хоть не спи, черт вас знает, вот скажу начальнику порта, какие вы моряки. Из трюма раздалось недовольное бормотание, моторист не спал. Капитан взглянул на берег, прищурился и потряс головой, будто сбрасывал сон. Потом снова взглянул на берег, что за лавочка, пробормотал и вдруг крикнул Плотникову, гляди на берег, видишь? Впереди были огни, унылый и плоский берег, горы отступили вглубь страны и капитан узнал вчерашний духан, где ему посоветовали сговориться с прохвостом об океаном. А чемчиры, проревел он и толкнул об океана. Тот вскочил, а чемчиры, бей тебя гробовой доской, что у тебя, руль заклинило, паскуда? Заснул немностко, залопотал об океан, руль взял на борт, ай, какая ошибка вышла, ай, ошибка. Пока капитаны плотников спали, ошибка революции сделала гигантский круг по морю и снова подходила к чемчирам. Капитан, зная себя, сдержал бешенство, подступившее к горлу. Ну, погоди, сказал он глухо об океану, недолго ты проплаваешь на своей ошибке, барахольщик. Я заявлю начальнику порта. Что я могу делать, ответил об океан, я тоже человек. Он перехитрил капитана. Капитаны плотников нашли извозчика и уехали. Об океан сидел в духане и повизгивал от хохота, безакцизный табак мирно лежал за обшивкой. В сухуме капитан узнал, что Виттель уехал в Батум вечерним пароходом. Он выругался, замолк, а через день уехал вслед за Виттелем на Рылееве. Море было свежее, шла серая пенистая волна, и это успокоило капитана, но все же, прощаясь с Плотниковым, он сказал, ну и чертова страна, ты плюнь, уезжай отсюда. В жарком камбузе он достал чашку крепкого кофе, вдохнул запах машинного масла, угля и просмоленной палубы, поглядел, как волна моет черные грязные борта и почувствовал себя дома. Случай в меблированных комнатах Занте. Жизнь черноморского грека слагается из несложных вещей, четок, фаршированного перца, торговли рыбой и лимонами, тучной жены и гамлевых детей. Серигос содержатель меблированных комнат Занте, керченский грек, ел фаршированный перец, торговал рыбой и с хвастливостью парфянина называл свою гостиницу не Занте, а Гран Отел, без мягкого знака. Серигос был легкомыслен и кипуч. По вечерам он ходил в кино со знакомыми работницами с табачной фабрики, бывшие Месоксуди. Батурину жившему в Занте это было хорошо известно, так как мадам Серегос, еврейка из Геническая, неоднократно кричала внизу в кухмистерской служанкам. Слушайте, девушки, разве же можно честной женщине жить с Пиндесом? Это не люди, а вылитые жулики. Вот мой, несмотря, что имеет четырех детей, гуляет с барышнями как последний. Тьфу! Она плевала под стол, колыхая на могучем животе засаленный капот. Она вспоминала шелковые чулки, подаренные Серегосом какой-то глаши, и говорила злорадно, ну ничего, когда-нибудь таманские хлопцы налупят ему морду и отучат от этих паскудств. Пыльные сумерки Керчи, тот час, когда в номере Батурина сама по себе сжигалась электрическая лампочка, были наполнены грохотом этих речей. Во дворе худые татарские лошади с хрупом жевали овес, Батурин, обливаясь теплой водой из крана, думал, что лучшее время в Керчи ранний вечер. Есть города, похожие на сон, такова была Керчь, тысячелетняя пыль лежала на ее мостовых, дули ветры, шелуша сухие акации на бульваре. Ночи были так же пустынны и печальны, как дни. Батурин быстро слабел, часами он лежал на скрипучей кровати, глядя на лысую, как могила, гору Митридат и думал о Вале. Сизый степной вечер опускался на город тяжело и тихо. По ночам Батурин просыпался и плакал. Казалось, нет в мире ничего тяжелее и удушливее этих слез. Он чувствовал, что у него ржавеет сердце. Мысли его были сплошным безмолвным воплем о нелепости смерти. Город простой и маленький представлялся ему сложнейшим узлом кривых переулков, лестниц и дворов. Часто он не находил дорогу к Сиригусу, путался по базару и по нескольку раз проходил через один и тот же перекресток, вызывая недоумение у чистильщика сапог. Старость тяготела над Керчью, стоявшей на скифских могилах. Портовые склады, сожженные деникинцами, глядели на пролив гигантскими черепами. В них жили бродячие псы и беспризорные, а по ночам уныло подвывал Норд-Ост. Батурин выходил по ночам и шел к складам. Против них о выщербленную набережную билось море. Он сидел до утра на камнях, мысли дрожали в голове как вода и Батурин с горечью думал, что это начало психической болезни. Черный пролив монотонно гудел, город помаргивал в ночь желтыми огнями, изредка с юга доносился неясный простой запах соли и свежей ночи. Батурин дрожащими пальцами закуривал папиросу за папиросой. Беспризорные быстро привыкли к нему, выползали из складов и выпрашивали бычки. Ночью они были суровы и печальны, днем же на базаре Батурин их не узнавал. Ночью они молчали поеживаясь, иногда следили рядом с Батурином серой кучей тряпья и шептались. Он улавливал в этом шепоте неясные мечты о Крыме, о солнце, водке и женщинах. Его они не трогали, казалось, понимали, что с ним происходит. Только один раз беспризорный по прозвищу Червонец сказал ему, вы, дядь, бросьте убиваться, хотите, я вам марафету достану? Батурин отказался и дал ему три рубля. С тех пор Червонец каждую ночь выходил и сидел рядом с Батурином. Днем на улицах он прятался от Батурина и издали виновата улыбался. Волосы его торчали ежом и улыбка казалась ослепительной на сером от грязи сморщенном лице. В одной из ночей у склада Батурин вспомнил о Пирисоне. Он давно бросил поиски, они казались нелепыми после того, что случилось. В эту ночь к нему пришла та же мысль, что в Бердянске. Я убью Пирисона, сказал он и вздрогнул. Я найду его во что бы то ни стало. Их надо уничтожать. Под словом их он понимал практичных, насвистывающих мужчин, самомнительных и наглых маклаков, делающих деньги, толкающихся на улицах, берущих на ночь женщин и комкающих их, как дрянную бумажонку. С этой ночи Батурин заледенел, мысли стали четкими, твердыми. Утром он написал письмо капитану и начал действовать. Он был уверен, что Нелидова в Керчи. Часто у него бывало такое чувство, что вот только что она прошла по улице и не опоздая он на секунду, он бы встретил ее. Были дни шторма. Казалось, над городом прошел серный ливень. Так он был сожжен и печален. Глаза воспалялись от известковой пыли. С плеском накатывался мутный исполинский пролив. Ржавые флюгера визжали и согласно показывали на Норд-Ост. По утрам на игрушечном базаре Батурин пил молоко и смотрел на генеральских вдов. Они продавали простые и душистые букеты. Батурин ни разу не видел, чтобы эти букеты кто-нибудь покупал. Старухи страдали очевидно тихим безумием. Они сидели молча, покачивая под слюдиным небом пыльный стекляру старомодных шляп и крапили букеты астры, левкови и желтые розы теплой водицей из граненых стаканов. Батурин изучил весь город, особенно улицы около порта. Тучные голуби переваливаясь, как старые гречанки клевали на мостовой ячмень, он исходил окраины, залитые помоями, вентиляторы ситцевого тряпья и матросских роб. В минуты отчаяния он уходил к горам, где солнце бельмом томилось над землей и звенело от ветра сухой чертополох. Он завел дружбу с рестораторами, с торговками, поившими его молоком, с папиросниками. Это были люди, с которыми должен был встретиться каждый, кто живет в Керчи. Он выдумал новую трогательную историю о пропавшей жене. Он передавал им приметы Нелидовой, говорил о легкой походке, темных глазах, низком голосе, серебряном браслете на руке и всячески подстегивал их память медлительную, как грузные барки. Батурин боялся, что Нелидова совсем не такая, какой он ее представлял. При разговорах о ней он часто ловил себя на мысли, что образ Нелидовой совсем не тот, каким был раньше, что Нелидова в его воображении все больше становится похожей на Валю. Это его пугало. Возможность найти Нелидову отодвигалась. По вечерам мадам Серегас кричала своему блудному мужу. Вот посмотри на жильца из пятого номер. Это настоящий человек, не то что ты бабник. Он два года ищет свою жену. Таким людям я всегда делаю уважение. И она присылала Батурину фаршированные кислые помидоры. Шторм прошел. Дни влеклись, жаркаясь и до нельзя тоскливой чередой. Не успевал уйти один, как в окна вползал вместе с запахом кухонного чада, другой, такой же бесплодный и белесый. В один из таких дней Батурина осенило. Он выбежал на улицу, прыгая через пять ступеней, пошел в редакцию Красной Керчи и сдал объявление всех знающих о судьбе американского киноартиста Гаррисона. Сначала Батурин написал Пирисона, потом зачеркнул и написал Гаррисона, приехавшего в Россию в 1923 году, прошу сообщить по адресу меблированные комнаты Зонте, комната пятая, от семи до восьми часов вечера. Принимал у него объявление маленький человечек с серыми веселыми глазами. Ночью Батурин пошел в подозрительное заведение Мурабова, коньяк, пахнувший клопами, и ждал рассвет. Тоска его достигла небывалой остроты. Он ощущал ее как физическую боль, как астму, ему трудно было дышать. Пьяная и некрасивая девушка поцеловала его в щеку, испачкав губной помадой, Батурин не вытер щеку. Глаза его сузились, стук бутылок и ветер за окнами вызывали ощущение быстроты, приближение чуда. Он оглянулся. Он ждал, что откроется дверь, войдет Валя, как в пивной в Ростове, и скажет грозно и нежно «Вот вы какой!» Батурин быстро встал и вышел. Одна из девушек, цыганка, вышла за ним и, прижимаясь к нему, дыша чесноком и наигранной страстью, шептала «Почему ты никого не взял? Такой красивый, иди со мной, жалеть не будешь». «Уйди», тихо сказал Батурин и остановился. «Уйди, убью!» Цыганка отскочила и скверно выругалась. Из домов сочился затхлый запах сна. Воздух облипал лицо жидким клеем. Батурин прошел по выветренной лестнице на гору Митридат и лег на камнях. Над томанью синели туман и заря. Казалось, там шел ливень. Звезды горели, как фонари, погруженные в воду. Вода отекла, и свет звезд колебался в этой небесной реке. В диких горах облаками нагромождался предрассветный дым. Батурин привстал. Холодная медь первых лучей ударила наискось в глаза на портал храма на желтые керченские камни. Внезапно он ощутил тоску, которую был не в силах даже осознать, скорбь о бронзовых героях и мраморных богинях, о городах, высеченных из розового камня, о радости, простой, как крик птицы, как утренняя вода из колодца. Батурин, качаясь, пошел вниз. Догорали маяки. Он представил себе, как мимо них проходят ржавые пароходы, скрывая в трюмах ром и красный табак, копру и апельсины, канадскую пшеницу и какао. Идут из морей в моря, от вязких тропиков к белым стекляшкам северных звезд, от болотистых вод Азова в ночь Африки, блестящую черным лаком непроглядную ночь, замкнутую в кольцо жары. Идут шумя винтами и исчезают в дикой зелени вод, в странах иссушающих русые волосы и сгущающих северную лимонадную кровь. Она должна была видеть все, подумал он, и вспомнил Соловейчика и Маню. Если не найду Перисона, вернусь к ним, там будет видно. Днем он уснул, во сне болела голова. В сумерке его разбудили вопли мадам Сиригос. Глаша пришла в кухмистерскую пить пиво с матросами и мадам Сиригос сводила старые счеты. Бросьте мамашу, успокоительно гудел матросский голос, не заводитесь с девчонкой, она вас все равно переплюет. Вон мерзавка гремела мадам Сиригос, вон заведение паскуда. Уймитесь вы, кричал второй матрос и колотил бутылкой по столу. Уймитесь, бо я не знаю, что я с вами с двумя сделаю. На улице свистели и судя по крику мальчишек и гулу толпы, неумолимый милиционер Коста приближался к кухмистерской. Батурин встал, облился водой, долго рассматривал свои крепкие руки и усмехнулся. Кому они нужны? Он сел на подоконник и смотрел на город. Как всегда, сама по себе зажглась электрическая лампочка. На рейде сиял огнями пассажирский проход из Батума. Рыболовы зажгли на пристанях тусклые фонари. Подходила очередная ночь. Батурин разорвал на мелкие клочки полученную утром телеграмму капитана о женитьбе на Нелидовой. Старая дворняга обозвал он капитана, прислонился лбом к косяку и задумался. Задумчивость это была скорее оцепенением. Он не услышал стука в дверь. Стук повторился. Батурин нехотя открыл. Тонкий силуэт женщины обрисовался на исписанной похабщиной стене. Она подняла глаза на Батурина и он отступил. В темных этих глазах была брезгливая враждебность. Простите, Батурин узнал ее низкий голос. Это вы ищете артиста Гаррисона? Да. Она снова взглянула на Батурина и на этот раз он заметил в ее глазах легкое смятение, потом вопрос. Батурин закурил и стал спиной к свету. В газете напутали. Я ищу не Гаррисона, а Пиррисона. Того, что случилось, Батурин не ожидал. Он услышал крик, бросился к женщине и поддержал за спину. Мертвой, страшно она свалилась на край кровати, руки ее свисали вниз. На одной из них Батурин увидел примету серебряный браслет. Он поднял ее лицо и одну секунду пристально разглядывал. Оно было холодное и белое, как у мраморных богинь, о которых он думал утром. Он налил стакан желтоватой воды из графина. Из него перед этим, видимо, пили водку. Вода пахла спиртом. Зубы женщины стучали. Батурин заставил ее выпить несколько глотков. Прекратите бузу, граждане, кричал внизу милиционер Коста. Я тебе покажу хватать. Идем в район. Как душно Нелидова открыла глаза, в них стояли слезы. Даже голова закружилась. Если вам все равно, пойдемте к морю. Они вышли. В Кухмистерской было уже пусто, во дворе гармоника запутывала сложные лады. Шли молча. Молчание было шумное от множества мыслей. Старухи протягивали букеты оживших к вечеру цветов и шептали «Возьмите для красавицы молодой человек». Прежде всего скажите «Кто вы?» И «Почему вы ищете Пирисона?» Этот вопрос прозвучал как приказ. Батурин молчал. «Ну что же?» «В древней Греции я был бы героем», ответил он с плохо сдерживаемой злобой. «А здесь я никто. у меня нет профессии. Я даже не знаю сколько разрядов в тарифной сетке. Сейчас я самоубийца. Вам этого достаточно?» Батурин услышал сдержанный смех. «Бросьте дурить. Вы не похожи на самоубийцу. почему вы ищете пирисона?» занятие мне по душе. Я думал так, когда согласился его искать. Теперь я думаю иначе. Я ищу пирисона по поручению инженера Симбирцева. «Кроме пирисона, он никого не поручал вам искать?» Батурин молчал. Он решил, что не надо скрываться, иначе провалится весь его план. «Вы слышите?» Она тронула его за рукав. «Что ж, вы не хотите отвечать?» Я ищу пирисона и вас. «Это подло!» сказала она резко. Они остановились на пристани. Спазмы душили ее, она не могла говорить. Батурин насмешливо посмотрел на нее и заметил длинные ресницы. «Как у Вали!» подумал он, и пристально вгляделся в ее лицо. оно было измучено, неуемная боль стояла в глазах. Батурин подумал, что вот эта женщина жена Пирисона и вздрогнул от отвращения, от жалости, от мысли, что ее ждет, может быть, судьба Вали. Старики с фонарями безмолвно удили бычков и сиреневую росмаринку, чугунный маяк позванивал отвертевшегося фонаря и то вырывался, то падал во тьму кузов турецкой барки. Это подло, повторила она и отвернулась. Это сыск. Как он смеет врываться в чужую жизнь? Как смеете вы, Ростислав и Алмаз, за республику, наш девиз боевой, резать публику, орали на пристани мальчишки. Давайте договоримся, сказал Батурин резко. «Ни Пирсон, ни вы мне не нужны. Ни мне, ни Симбирцеву, ни двум моим товарищам, которые ищут вместе со мной один на Кавказе, другой в Севастополе. В вашу жизнь никто не врывается. Мы ищем дневник вашего брата. Вы сами понимаете, что такая вещь не может быть частной собственностью. Вот и все. Я не сыщик». Батурин закурил. При свете спички она мельком взглянула на него. «Я не сыщик», повторил он и поморщился. «Вы зря хотите обидеть меня. Эти поиски стоили мне дорого. Они переломили мою жизнь», Батурин покраснел. «Раньше я был пуст и скучен. Я был болен вялостью и отсутствием дерзости. Теперь не то. После того, что я испытал, никакими словами вам не удастся унизить меня». «Что же случилось?» почти испуганно спросила она. «Я не понимаю. Договаривайте до конца. То, что случилось, к делу не относится. Дневник у вас? Нет. Где же он? У Перисона». Батурин быстро повернулся к ней. «Да, у него», повторила Нелидова тихо. «Где сейчас Перисон?» «Я не знаю». «Не знаете». «Хорошо, так или иначе мы его найдем?» «След в наших руках». От моря тянуло неуловимым запахом ночь. «Я сказал вам все, а что вы можете сказать мне? Я шпион, я действую подло, ладно, Пирисона вы, кажется, ищете так же, как и я. У нас разные цели, но задача одна. Мне посчастливилось, и я нашел вас. Что же дальше? Вы согласны помочь нам или нет? Вы многое знаете о Пирисоне. Если вы поможете, он будет найден быстро, и все окончится, как в добродетельных американских фильмах. Мы отберем у него дневник, а вы, а я, вам вернут мужа». Батурин был груб. В первый раз он так резко и не скрываясь говорил с женщиной. Он ждал дерзости, и, как всегда, ошибся. Нелидова молчала. «Я жду. Если вместе будем действовать, если нет, мы будем искать сами, как искали до сих пор. Конечно, когда Пирисон будет найден, мы вас известим. А если я не соглашусь, что вы будете делать? Первым пароходом я уеду. Бросим играть в прятки». Нелидова встала, глаза ее блестели в темноте. Слова о сыске не относились к вам. Вы грубы, это естественно. Вы говорите, что поиски переломили вашу жизнь. Переломы даются трудно, но согласитесь, что я здесь ни при чем. Вы многого не знаете, вырвалось у Батурина. Возможно, не будем спорить. Сейчас я ничего вам не отвечу. Лучше завтра. Я даже плохо понимаю, что вы говорите, ведь у меня же был обморок. Неужели так трудно понять, как я разбит? Батурин покраснел. Он ждал дерзости и услышал почти мольбу. Ну, не сердитесь, она взяла Батурина за руку. Отложим до завтра. Проводите меня, я покажу вам, где я живу. Жила она на горе, далеко от порта. По дороге Нелидова украдкой разглядывала Батурина. Он нервно курил, свет папиросы освещал его лицо, и оно казалось то молодым и печальным, то резким и суровым. На рейде загудел пароход, из садов пахло политой землей. Около базара к Батурину подошел Червонец, попросил папироску и прошел немного рядом, перекидывая с Батурином короткими фразами. Что ж, давно не приходишь? спросил Червонец с упреком. Ты гляди, нас не бросай. Ладно, приду. Нелидова остановилась у маленького сада. Она просунула руку сквозь решетку калитки, чтобы отодвинуть засов, и у нее расстегнулся и упал браслет. Серебряный короткий звон напомнил Батурину те дни, когда он искал женскую руку с этим браслетом. Жаркие месяцы среди пыли, моря, степей и кофеен. Он нагнулся, чтобы поднять браслет, и в темноте их пальцы встретились. Ее рука дрожала. Вы устали? Батурин открыл калитку. Правда, странно, кабачок в альпах и пыльная керчь. Несколько мгновений она молчала. «Вы придете завтра вечером», твердо сказала она. «Я хотела сказать вам, мы будем искать вместе. Я согласна». Голос у нее дрогнул от невидной в темноте улыбки. «Завтра вы расскажете то, что не договорились сегодня». «Вряд ли». Батурин шел к Сиригасу. Сознание было затоплено прозрачной темнотой. Он думал, стыдясь своей мысли, что расскажет Нелидовый все, и ему станет легче. Впервые он понял, как горько жить без друзей. «Так вот шатаешься один и наскочишь на смерть». Ему снились дикие керченские камни, по ним бежала прозрачная вода, она пахла простыми цветами, и старухи протягивали ему граненые стаканы с этой водой и шептали купите на счастье молодой человек. Беззаботный попутчик. С утра дул белый, как казалось Батурину, и сырой ветер. Переподали тихие дожди. Батурин шел на пристань, пришла телеграмма Матберга, что он приедет с первым пароходом. На пристани горами было навалено опрессованное сено, пахло лугами, под настилом урчала мыльная вода. Керчь под дождем понравилась Батурину, в чистых лужах плавали листья, неизмеримая морская свежесть залила город. На рейде дымил грязный пароход, давая нетерпеливые гудки. Батурин вскочил на катер. Катер, выплевывая грязную воду и высоко поднимая нос, пошел к пароходу. Сразу ушла теснота. Рейд открылся Исполинским на катере к Батурину подсел маленький человек с серыми веселыми глазами тот самый, что принимал объявление в Красной Керчи. Уезжаете? спросил он Батурина, как старого приятеля, придерживая от ветра зеленую фетровую шляпу. Нет, товарища встречаю. А я за новостями для газеты. Я и репортеры, корректоры, филетонист и все, что хотите. Капитаны у меня знакомые, иной даже иностранную газету даст и то хлеб. Ну как, нашли вы киноартиста? Да, почти. Человечек взглянул на Батурина и расхохотался. Чудак-покойник, что за охота разыскивать американцев? Катер проскочил около высокой кормы парохода, это был пестель. Волна мыла красный ржавый руль. Берг висел на планшире и махал кепкой. Он спустился по трапу в катер, расцеловался с Батурином, и пока катер мотала у бурта, успел рассказать свою одесскую историю. В Севастополе он ничего не нашел, поиздержался, одно время питался сельтерской водой и вафлями, потом начал писать очерки для маяка коммунны и даже привез с собой шесть червонцев. «А я», — сказал Батурин, «нашел здесь Нелидову». «У нее нет дневника, он у Пирисона». «Где Пирисон, неизвестно». «Я еще толком с ней не говорил». Берг обрадовался. «Вы говорите так, будто нашли трамвайный билет, чудак. Теперь вчетвером мы отыщем его в два счета». Берг расспросил Анилидовый, внимательно посмотрел на Батурина. «Болели?» «Да, болею, неохотно», — ответил Батурин. «Малярия». Человечек с серыми глазами снова подсел к Батурину, назвал себя. Фамилия его была громкая «Глан». На обратном пути он слушал Берга и Батурина и изредка вставлял слова всегда «кстать». На берегу, когда Берг с Батурином сели на извозчика, он сел с ними и это показалось естественным. Берг очевидно считал его знакомым Батурина и, не скрываясь, говорил о поисках новых гениальных планах и неудачах. У Батурина же было ощущение, что Глан свой человек. Около Занте Глан попрощался с ними, обещал зайти перед вечером и убежал, развивая полы дырявого пальто. В номере Берг сказал Батурину «Чудесный город, пустынный, весь в море, в греках и камнях. Тут материалу бесна». Батурин улыбнулся и поймал себя на мысли, что со вчерашнего дня, а особенно сегодня, когда приехал Берг, город потерял свою былую больничную мертвенность. Берг внес веселую суету. Он рассказал несколько нелепых историй, через полчаса познакомился с мадам Серигус и вызвал у нее большую симпатию познаниями по части еврейской кухни, с сизого ее лица не сползала лоснящаяся улыбка. К вечеру пришел Глан и предложил пойти выпить пиво. Батурин отказался. Он сказал Бергу, что сегодня пойдет к Нелидовой один, а его познакомят завтра, так удобнее. «Да ведь она сегодня играет в потопе», сказал Глан. «Куда же вы к ней пойдете?» Батурин вспомнил, что Нелидова звала его к десяти часам, но все же отказался остаться. Он решил пойти в театр. «Черт с вами», сказал Берг, «идите, а я пойду с Гланом по пивным. Вот где должна быть бездна материала». В пивной Босфор они сели под портретом лейтенанта Шмидта. В мокрых сумерках зажгли огни. Они казались особенно прозрачными и желтыми, как первые свечи на рождественской елке. Глан был бродяга. Сумрак пивной и тишина сырого вечера располагали к разговорам. Он рассказал Бергу свою жизнь. Родился он в западном крае, в русско-еврейской семье. Во время войны его сослали на поселение в Нерчинск за студенческие беспорядки. После революции он жил на Дальнем Востоке, работал кочегаром на паровозе, дрался с японцами и бежал от них на Сахалин. Оттуда он пробрался в Шанхай, там голодал и грузил рис на вонючие пароходы. В Шанхае он случайно отравился опиумом, пролежал два месяца в скучном французском лазарете, влюбился в сиделку француженку. Ей об этом он не сказал и вот так без всяких причин назло себе уехал из Шанхая в Харбин. Потом долго скитался по России. Больше трех месяцев я нигде не жил, сказал Глан. Не могу, сосет под ложечкой. Обезьянье его лицо с добрыми морщинками около глаз чем-то напоминало Бергу Пушкина. Глан был пугливо деликатен и загорался и газ с необычайной быстротой. Он знал наизусть многие стихи Блока, увлекался Гюго и с редкой быстротой перескакивал в своих рассказах о Тарзамасе, где чудесно мочит яблоки с клюквой, к Самарканду, голубому от мечетей и рыжему от засухи. Разговор с ним вызывал впечатление, какое получается при разглядывании вещей через граненый хрустальный сосуд при ярком солнце. Линии смещаются, контуры очерченные спектральными полосами, земля горит оранжевым пламенем, а люди приобретают отчетливые и смуглые краски, как на картинах старых мастеров. Берг с изумлением узнал, что Глан только сегодня познакомился с Батурином и понятия не имеет об истории поисков. Историю эту Глан выслушал настороженно. Возьмите меня с тобой. У меня есть полтораста рублей. Как вы думаете, месяца на два хватит? Берг конечно. Надо будет написать капитану. Пока между Бергом и Гланом шла беседа в пивной, Батурин сидел в театре. Театр был душный и тесный, почти пустой. Батурин сидел задумавшись и не глядел на сцену. Нелидовой еще не было. Она играла проститутку Лизи. Когда Лизи вошла в бар, Батурин сжался, прикрыл лицо рукой. Ему не хотелось, чтобы она увидела его. Тягучая топорность провинциального спектакля приобрела с ее появлением печальную остроту. Нелидова играла просто, как бы устала. Батурин отнял руку от лица, откинулся и следил за каждым ее движением. Кровь ударила ему в голову, он скрипнул зубами и прошептал «Черт!» Это было похоже на странную насмешку. Лизи была Валей. В ней, как и в Вале, для рядовой проститутки было слишком много теплоты и боли. Та же легкая походка, так же косо и четко срезаны волосы на щеке, так же робко, как Валя Батурина. она взяла за руку маклака Бира, румяного негодяя со скрипучим портфелем. Бир был Пирисоном. В антракте Батурин вышел на улицу и курил, прислонившись к фонарному столбу. Он хотел уйти, но после звонка вернулся в зал. До конца спектакля он сидел с каменным побледневшим лицом. Однажды Нелидова посмотрела в его сторону и, казалось, узнала. Она уронила горящую папиросу и прижала ее каблуком лаковой туфли. После спектакля Батурин пошел к морю и выкупался с пристани. Ему хотелось еще большей свежести, почти холода. Казалось, что из него выветривается длительная болезнь, очищается застоявшаяся тяжелая кровь. Из порта он пошел к Нелидовой. Несколько раз он про себя позвал Валю и прежняя черная тяжесть сменилась легкими слезами. Батурин сдержал их, глотнул воздух. Он не мог понять, что с ним происходит. Боль очищалась от мути. Широкая печаль залила сердце и он подумал, как много в мире обиды, невысказанной тоски и гнева. Валя была с ним, казалось, он держал ее узкую ладонь. Она говорила ему, что все пройдет и стоит жить, чтобы щуриться от ослепительного солнца. Он открыл чугунную калитку. В окне был слабый свет, ветер надувал занавески. Батурин хотел окликнуть Нелидову, но вспомнил, что не знает ее имени. Он постучал о раму окна. Нелидова отдернула занавеску, наклонилась и несколько секунд смотрела на него. «Я жду давно», сказала она, и Батурин заметил ее сухие и яркие губы. «Входите». В комнате было тесно и странно. Она напоминала кладовую антиквара. Свет лампы падал желтыми полосами на яркие старые шали, намятый шелк и разбросанные всюду книги. Нелидова села в тени на диване, Батурин на подоконнике. Он отодвинул стакан с осыпавшимися цветами. Они пахлят лением, желтой застоявшейся водой. «Как душно», медленно сказал Батурин, разглядывая свои темные от загара руки. «Я только что купался в море. Жаль, что люди не могут менять кожу как змей. У меня желание содрать с себя кожу и вымыть легкие сердца, мозги холодной водой». Понимаете, такой нарастающий внутренний жар. Его очень трудно терпеть. Он говорил как бы для себя, забыв, что он не один. Голос его звучал глухо, он часто останавливался и задумывался. Нелидова сидела неподвижно. «Но дело не в этом», продолжал Батурин. «Рано еще подводить итог. Его подведем не мы, а помните, как у Киплинга смерть, когда вычеркнет нас красным карандашом из списка живых». Киплинг писал прекрасные баллады, я помню одну, о человеке, попавшем в ад. Там сказано так, «И Тамплинсон взглянул вперед и увидал в ночи звезды замученной в аду кровавые лучи, и Тамплинсон взглянул назад и увидал сквозь бред звезды замученной в аду молочно-белый свет». Да, вот, Батурин не отрывал глаз от своих рук, читаешь сотни книг и вдруг будто горячий ветер ударит в голову. Так и теперь. Я ничего не читал страшнее этих строчек. Я повторяю их часто и вспоминаю о ней. Звезды замученной в аду молочно-белый свет. В этих словах есть большая горечь. Они человечны, эти слова. Они разрывают сердце. Нельзя говорить о сентиментальности, как думает Берг. Я не немецкая бонна. Я пережил все это. И Киплинг был совсем не сентиментальный британец. Он был крепкий, черствый, он воспевал войну и диких зверей. Но не в этом дело. Случилось так, что в полчаса с земли, с людей, со всего сдуло налет романтики. Батурин не думал, поймет ли Нелидова его спутанную речь. Он постучал пальцами по стакану с цветами. На подоконник упало несколько желтых лепестков. Батурин собрал их, положил на ладонь и долго рассматривал. Случилось это в Бердянске. Какой-то китаец ударил в висок утюгом. На виске у нее билась тонкая вена и все. Во время войн я не понимал и не оправдывал убийств. Теперь я думаю иначе. Есть среди людей прослойки, которые должны быть уничтожены. Прежде всего те, кто плюет на культуру, на труд, на материнство, на женщин. Человек с рефлексом вместо души, человек плотоядный, зараженный эгоцентризмом должен быть уничтожен. Посмотрим, кто пересилит. Мысльны своим гневом и непримиримостью. Они жадностью и волосатым кулаком. Батурин сдунул лепестки. Для меня многое неясно. Я не знаю, как это выйдет и смогу ли я убить. Думаю, что да, возможно, что после этого я убью себя. Он виноват и улыбнулся. Я очень слаб. Во мне нет жестокости. Батурин взглянул на Нелидову, будто проснулся. Но вы, сказал он тихо, вот вы, жена Пирисона, вы знаете, что все, о чем я говорил, относится к нему. Нелидова молчала. Не хотите отвечать. Это понятно. Может быть, я говорил неясно. Вы вправе сейчас же заставить меня уйти или наговорить мне кучу злых слов. Дело, конечно, не в этом. Три месяца назад я бы этого не сказал. Так я был спокоен и противен себе. Казалось, все вытекло из души, как вода из дырявого бака. Оказалось, не так. Я начал поиски. Были разные встречи. В Ростове я встретил проститутку Валю. О ней я не могу ничего рассказать. Не стоит и пробовать, ничего не выйдет. Ее убил в Бердянске китаец. Батурин встал и оперся на подоконник. Китаец прачка, родом из Фуджоу. Труп ее лежал в прачечной и был накрыт простыней. Батурин сделал шаг к Нелидовой. Простыней быстро проговорил он, задыхаясь. И на простыне были вышиты слова «Георг Пирисон». Нелидова вскочила. Мучительная морщина легла у нее на лбу. «Что вы говорите? Вы сумасшедший!» прошептала она. «Она была прекрасна», сказал Батурин и тяжело сел на подоконник. Китайца звали Ливан. «Замолчите! Не может быть!» крикнула Нелидова. «Я думала, вы бредите, пока вы не назвали Ливана. Это наш бывший слуга, он жил у нас полгода в Москве, потом уехал. Ливан убил!» «Я не могу понять этого, ласковый, тихий Ливан!» «К черту Ливана!» Батурин поморщился, «Я должен окончить!» Ливан, слуга Пирисона, убил ее. Перед этим она два раза травилась из-за Пирисона. «Не смеете кричать!» «У меня больше права кричать!» «Я два раза травилась из-за Пирисона, когда он был в Ростове!» «Почему?» «Да потому, что он ее замучил!» «Он привык все, за что платит, использовать до конца!» «Я распутаю этот узел, даже если бы это стоило мне жизни!» «Я не болтаю пустые слова!» «Вы сами видите!» «Что вы хотите сделать?» «Я убью Пирисона!» «Нет!» крикнула Нелидова «Не трогайте его!» «Вы его не знаете!» «Он убьет вас прежде, чем вы пошевелитесь!» Батурин засмеялся. «Он уже убил меня, не волнуйтесь! Таких людей необходимо уничтожать!» Нелидова сказала шептом, от которого Батурин вздрогнул. «Зачем вы говорите так?» «А если он убьет вас?» «Даже этот палец ваш не заслуживает смерти!» Батурин пристально поглядел в ее лицо. «Вы бредите!» сказал он. «Где вы слышали эти пустые слова?» «Моя игра сделана плохо, я сорвался!» «Вы можете донести на меня, меня арестуют, но в конце концов выпустят, и своего я добьюсь!» Нелидова молча опустилась на пол. Батурин наклонился к ней. У нее опять был обморок. Он положил ей на голову мокрое полотенце, снова сел на окно и погрузился в пустое и гулкое оцепенение. Она пришла в себя через несколько минут, показавшихся Батурину часами, села на диван, легко вздохнула и сказала внятно, «Я вам могу простить многое. Уходите, но не уезжайте, не предупредив меня. Вы должны забыть все эти мысли, с такими мыслями нельзя жить. Вот еще я не успела сказать. Вы уверены, что Пирисон меня бросил? Это неверно. Я прогнала его еще в Москве и уехала на юг совсем не за ним. А зачем же? Так Нелидова отвернулась и тихо заплакала. А теперь идите. Батурин вышел. Синий рассвет был протянут полосой над Таманью. В темных ветвях возились птицы. Утром принесли телеграмму от капитана. Пирисон в Батуми, сообщал капитан. Выезжайте немедленно. Справьтесь в Батуми во второй типографии Метранпажа Зарембы. Берг недовольно выслушал рассказ Батурина о том, что с Нелидовой он так и не договорился. Не волыньте, сказал Берг. Завтра надо ехать и обязательно взять ее с собой. Попытайтесь поговорить еще раз. Батурин согласился. Он пошел к ней, но не застал дома, она была в театре. Батурин пошел в театр. Там было темно и пахло пылью. Он вызвал Нелидову в сумрачное фойе. Елена Владимировна, сказал Батурин. Он вспомнил наконец ее имя. Я пришел за ответом. Завтра я уезжаю. Приехал еще один из искателей. Мой друг писатель Берг. Сегодня утром мы получили от третьего искателя капитана Кравченко телеграмму из Батума. Он требует, чтобы мы немедленно выезжали. Очевидно, он напал на след Пирисона. Мы его найдем. Никто нам в этом помешать не сможет. Вы едете с нами? Нелидова похудела за ночь. Глаза ее ввалились. Да, еду сухо, сказала она, стоя против Батурина. Я уже сообщила директору театра, что разрываю контракт. Когда надо быть готовой? Завтра к двенадцати часам. Хорошо. Я приеду на пристань. Я заеду за вами. Не надо, я не убегу. Она повернулась и пошла по темному коридору. Черное короткое платье переливалось серым, будто было покрыто полосами светящейся пыли. Батурин закурил, посмотрел на дородных женщин и поджарах амуров, нарисованных на стенах, и сказал тихо, ну ладно, раз так, тем лучше, и вышел из театра. В номере он сказал Бергу, она едет с нами, но не забывайте, что она враг. Держитесь осторожней, Пирисона она прогнала, но мне кажется, она до сих пор его любит. Похоже, что она едет больше за тем, чтобы оградить его от неприятностей. Не подгадим, ответил Берг, да. Вот еще один искатель навязался, глан, просится, чтобы взять его с собой. Как вы думаете? Пусть едет, нам же легче, Берг помолчал. Вы думаете, что с Пирисоном могут быть неприятности? Да, это опасный человек. Я кое-что узнал о нем. Расскажете? Да, потом. Утром Берг побежал в агентство и взял билеты, всем палубные, а не лидовый койку в каюте. На пристань пошли пешком, глан связал ремнем чемоданы и взвалил на плечи. Утро было свежее, по горизонту лежала мгла. Заштормуем, сказал Берг возбужденно. «Покачаемся, глан. Смотреть, кажется, норд идет». На пристани их ждала нелидова. Она стояла около двух блестящих желтых чемоданов. Ветер дул ей в лицо. Она спокойно посмотрела на Батурина. Сухие и яркие ее губы были плотно сжаты. Батурину она протянула узкую руку в перчатке. Бергу и глану только кивнула. Снова Батурин стоял с ней рядом в ожидании катера и, перекидываясь пустыми словами, вспомнил о холодных и мраморных лицах древних богинь. «Будет шторм», сказал Батурин. «Видите, мгла по горизонту». «Ну что ж, тем лучше». Глаза нелидовой блеснули. «Кто это?» Она показала глазами на Берга и Глана. «Это Берг, а это так, попутчик». «Однако вас много». Батурин промолчал. Он помог ей спуститься в катер. У него было такое чувство, что он везет арестованную. «Какая чушь», подумал он. Берг с Гланом перетащили ее чемоданы. На пароходе она ушла в каюту и не выходила до вечера. Сидя на корме, вытянув ноги и поглядывая на потемневшее море, Берг сказал, «Похоже, что вы, Батурин, вроде комиссара признатной иностранки, а мы носильщики. Ну что ж, потерпим. Она красива и не верит вам ни на грош. Какого дьявола она согласилась ехать с нами?» «Она хочет видеть Пирисона», ответил Глан. Представился удобный случай. Нас она ненавидит, с Батурином она разговаривает, как Николай говорил, с Керенским. Море свежело, на западе горел кровавый свет, мрачный дым лежал на востоке. «Ветер идет», предупредил матрос, свертывая брезент над деком. Неуютность вечера, задувавшего изредка в лицо холодными и крепкими порывами, слепые огни парохода в буром мраке, шум волн, скрип снастей и пустынная палуба вызывали беспокойство. На пароходе почти не было пассажиров. В Керчи многие сошли, испугавшись близкого шторма. С Кавказского побережья пришли телеграммы, что бушует шторм в 9 баллов, и около Туапсе погибло парусное судно. Спрятавшись за люком на корме, Батурин, Берг и Глан закусили консервами с белым хлебом. Глан принес из камбу за кипяток. Чай казался изумительно вкусным и крепким, ветер и ночь молодыми. Радовало сознание, что до самого Батума не надо ничего делать, некуда торопиться, только курить, смотреть на волны, рассказывать разные истории и спать на палубе, укутавшись с головой в пальто. Пароход уже качало, он тягуче скрипел, дрожал от вращения винтов и хлопал черной кормой, как гигантской ладонью по серой волне. Соленые брызги попадали в лицо и Берг с наслаждением облизывал губы. Батурин долго стоял, спрятавшись за рубкой и курил, потом лег рядом с Бергом и спросил тихо, Берг, у вас не было сына? Берг поднялся на локтях, посмотрел на Батурина и ответил, у меня есть ребенок, сын или дочь я не знаю, почему вы спрашиваете? Так подумал о детях, где это было? В Ленинграде неохотно ответил Берг, вы помните, я вам рассказывал о дочери профессора, она ждала ребенка от меня, я тогда недорассказал, и вы ее бросили? Да, ответил поперхнувшись Берг, сел и закурил, спички гасли одна за другой, пароход вскинуло, он косо пополз вниз, на мостике заствистели, начинается, пробормотал Берг, попали в шторм, поздравляю, бросим говорить о прошлом, это не весело, не весело, переспросил Батурин и затих, уснул он нескоро, было холодно, они качались, тесно прижимаясь друг к другу, и поминутно просыпались, хотелось курить, но ветер гасил спички и выдувал табак из папирос, только у самой палубы, спрятав голову за люк, можно было лежать и собирать по частицам драгоценное человеческое тепло, приносившее непрочный сон, ветер налетал из темноты с угрюмым гулом, острые звезды белели в кромешном небе, Батурин забылся, казалось, прошла минута, не больше, но ему приснилось множество снов, кто-то тряс его за плечо, он поднял голову и разглядел в темноте Нелидову, пароход шел без огней, Батурин сел и вздрогнул, с ревом катились мимо ветер и море, корма взлетала, застелая звезды и падала, окунаясь в чернильную воду, труба яростно хрипела, ветер рвал в клочья жирный дым, лицо дрожало под его ударами и леденело, тонкое и короткое пальто Нелидовой ветер трепал и бил им по лицу Батурина, он услышал легкий и свежий запах ее платья. Нелидова наклонилась и крикнула, вы с ума сошли, вас несет, идите в кают-компанию, там никого нет, смотрите, что творится. Полный шторм, крикнул в ответ Батурин, чудесно, как вы думаете, дойдем до Новороссийск? Не знаю, не все ли равно, подвиньтесь, я сяду, в каюте мне страшно. Берг и Глан проснулись, Нелидова села между Бергом и Батуриным и они закрыли ее полами пальто. Она сильно вздрагивала. Пробежал матрос с мокрым плащом, наклонился и крикнул, эй, пассажиры, сматывайтесь в каюту, зальет! Берг пошевелился, не надо, сказала Нелидова, посидим еще, спать все равно не будем. Шторм гремел и надвигался с востока стеной, закрывая звезды. Не смотрите на восток, посоветовал Берг Нелидовый страшно. Смотрите на палубу, на нас, на свои руки, вообще на простые и знакомые вещи, будет легче. Глотайте воздух, иначе укачаетесь. Так они сидели тесно и тихо, изредка перекидываясь словами, потом сразу вздрогнули. Сквозь рев шторма доносились странные оборванные звуки. Глан пел незнакомую песню. Уходят в море корабли, пылают крылья, в огне заката крылья паруса, а на берег блистающую пылью ложится, падает вечерняя роса. Вы сумасшедшие, прошептал Берг, но сразу стало спокойнее. Человек поет, значит, шторм не так страшен, как кажется. Глан пел тонким печальным тенором. Ветер засвистел в снастях с нарастающей яростью, испуганные звезды скачками понеслись к горизонту. Голос Глана сорвало, унесло в ночь, и пушечным ударом на пароход обрушилась водяная гора. Шторм крепчал. Пойдем, смоет. Бадурин встал, качнулся и схватил Нелидову за плечо. Ветер обрывал пуговицы на пальто, по ногам несло брызги. В кают-компании мутно светила лампочка. Пароход валился с борта на борт, трещал и хрипел. Чемоданы с шорохом ездили, цепляясь за привинченные стулья. В умывальниках за стенами кают плескалась вода. Шторм трубил за наглухо завинченными иллюминаторами с космической силой. «Ну, попали!» пробормотал Берг. «Разобьет, пожалуй, эту коробку». «Вы боитесь моря?» спросила вскользь Нелидова. Она сидела с ногами на красном бархатном диване. Лицо ее было измучено, серое пальто потемнело от брызг. «Нет», резко ответил Берг. «Я бывал и не в таких переделках. Хоть я и еврей, но ни моря, ни воды не боюсь». Нелидова усмехнулась. Глан дремал, сдувая со щеки назойливую муху, вздрагивал и осоловело поглядывал на тусклые лампочки. Батурин сидел около Нелидовой. Для устойчивости он оперся локтями о колени, положил голову на ладони и, казалось, глубоко задумался. Он прислушивался к шуму шторма и думал о Вале. Он нащупал в кармане ее записку, вынул и, качаясь, теряя строчки, прочел «Раз я любила». Но не так совсем не так, больше дурачилась. Я спасла ему жизнь. После этого он сказал мне, что ненавидит меня и ушел. «Может быть, мы погибнем», думал Батурин. «И его пугала не смерть, а лишь то, что перед смертью мокрое платье прилипнет к телу и свяжет движение». «Стоит ли спрашивать?» «Пожалуй, бесполезно». Но все же он спросил Берга, глядя на пол кают. «Берг, отец той женщины, о которой мы недавно говорили, был профессор?» «Да». «Что он читал?» «Он был профессор, клиницист, врач». В каюту вошел капитан. Вода капала с его плаща на пол. Он отогнул рукав, посмотрел на часы, хмуро взглянул на Нелидову, закурил и сел к столу. Все молчали. «Четыре часа», сказал хрипло капитан и закашлялся. «Штормяга крепчает и барометр падает. Получается паршивая комбинация». «Выдержим?» спросил Берг. Капитан не ответил, бросил папиросу в полоскательницу и вышел. «Берг», позвал Батурин, «Садитесь здесь». Он показал на диван рядом с собой. Берг сел, приварился набок. Слова капитана ему не понравились, начиналась тоска. «Он ничего вам не ответил?» «На такие вопросы моряки не отвечают», Глан открыл глаза. «Зря вы спросили. Откуда он может знать? Слышать, как крушит?» «Берг», продолжал Батурин, будто пропустил мимо ушей весь этот разговор. «Может быть, утром мы будем в Новороссийске?» «Так?» «А может быть, к утру нас вообще не будет. Поэтому я и спрашиваю вас, хотите вы знать, что случилось с той женщиной и с вашим сыном?» Берг подозрительно взглянул на Батурина и хрипло ответил, «Что вы знаете?» «Если вы хотите шутить, то это гадость. Я лучше думал о вас, Батурин». «Какие тут шутки?» Батурин поднял голову и поглядел на Берга спокойно и ласково. «Скажите сами, способны вы шутить на этом разваливающемся корабле?» Берг закурил, руки его тряслись. Он не мог ничего ответить и только помотал головой. «Не печальтесь, Берг», сказал Батурин. «Ваш сын, ему было два года, сгорел в Ростове во время пожара в госпитале. Женщину зовут Валя. Я могу подробно вам ее описать, но это не нужно. Она была проституткой. Месяц тому назад ее убил в Бердянске китаец». Берг отвернулся от Батурина, плечи его опустились. Он слабо махнул рукой, будто отмахиваясь от кошмара. «Берг», сказал Батурин жестко, «Она любила вас, Берг?» «До последней минуты». У Берга вырвался странный писк. Он прислонился к спинке дивана и было видно, с каким напряжением он сдерживает спазмы. Батурин хотел сказать, что Валя спасла его тогда на Неве, когда он сказал ей о ненависти, но Нелидова впилась ногтями в его руку, нагнулась вплотную к лицу и прошептала, «Не смейте, иначе я буду кричать. Я не знаю, в чем дело, но я брошусь на вас. Что вы делаете? Вы одержимый!» «Нет», ответил Батурин, «теперь ему будет не страшно умереть. А если мы выживем, он переболеет и выкинет к черту свое оскорбленное еврейство». «Я хочу человечности», почти крикнул он, и повернулся всем корпусом к Нелидовой. «Чего вы боитесь?» «Раны заливают йодом, а не фруктовой водой». Нелидова вскочила. Ночь мутной лампочки, бледное и пьяное лицо Батурина, показавшееся ей прекрасным, плеск воды в коридоре, черный ураган, летевший с востока плотной воздушной стеной. Все это могло быть только сном. Захотелось проснуться, впустить в иллюминаторы жаркое, неторопливое солнце. Она вскрикнула, бросилась к Бергу, встала на колени перед диваном, судорожно гладила его спутанные волосы и что-то шептала, как шепчут обиженным детям. Батурин снова сел, опустил голову на ладони и тихо сказал, «Берг, милый, не плачьте!» «Она простила все, она любила вас до последней минуты!» Глан сидел, уставившись в лужицу воды на полу. Она все росла и росла. Глан проследил, откуда идет вода и вздохнул. Текли иллюминаторы. Ему было жаль Берга, но в словах Батурина он чувствовал большую, выстраданную правду. «Я не сержусь», вдруг тихо сказал Берг. «За что я могу сердиться на вас, Батурин?» Через несколько минут Берг затих и, казалось, уснул. Нелидова уснула, стоя около него на коленях. Голова ее упала на красный, вытертый бархат дивана. Глан дремал, просыпался, думал о том, что спать нельзя, можно незаметно проспать смерть, но не мог пересилить изнеможение. Батурин просидел до утра. На расцвете он вскочил. Сквозь седую муть урагана в темноте, слабо разбавленной водянистым светом, мрачно ревел пароходный гудок. Батурин оглянулся, все спали. Он потушил лампочку и, хватаясь за поручни, поднялся наверх в руку. Горизонт ходил над головами, над ним лежали тяжелые грузные тучи. Батурин вгляделся, это были горы, их заносило ежеминутно пеной и дождем. «Что это?» спросил он помятого официанта в расстегнутой рубахе. «Новороссийск». Официант безразлично посмотрел на Батурина. «Он, глядите, порт видать». Горы ныряли в волнах, и шторм гремел не стихая, но Батурин знал, что через несколько часов будет милая теплая земля, и улыбнулся. Норд-Ост Штормы проветривают сердце. Батурин явственно ощутил это. Он проснулся в холодной каюте. Яркий день леденел за иллюминаторами. Пароход скрежетал на стальных тросах и якорях, наглухо пришвартованный к пристани. Они отстаивались в Новороссийске. Почти все пассажиры сошли и уехали дальше по железной дороге. Осталось их четверо. Старик-пароходный агент из Батума, норвежец из миссии Нансена, доброжелательный и громоздкий, и несколько почерневших, как уголь, замученных морской болезнью, грузин. Батурин увидел знакомую картину. В густом небе сверкало льдистое солнце. Ветер обрушивался с гор и с Полинским водопадом. Батурин как бы видел тугие потоки воздуха. Свет этого дня был подернут сизом налетом. Солнце казалось восковым, тени резкими, как зимой. Воздух был изумительно чист. Норд выдал все, унес в море всю пыль. Он мощно полировал и вентилировал вымерший, блещущий город. Через молы широкими взмахами перекатывал и гудел прибой. Пароходы стояли на якорях, работая машинами. Дым так стремительно отрывало ветром от труб, что пароходы казались погасшими, бездымными. Краски приобрели особую яркость. Даже ржавые днища шалант горели киноварью и лаком. В каюте пахло ветром и человеческим уютным теплом. Глан лежал на верхней койке и читал. Берг спал, подрагивая. Ему было холодно. Батурин долго смотрел в иллюминатор, потом сказал Глану, «Хорошо бы отстаиваться еще недельки-две». Глан рассеянно согласился, не отрываясь от книги. Батурин чувствовал необычайную легкость. Платье как бы потеряло вес. На щеках появился сухой румянец. «Осень», — подумал он. И у него замирало сердце. По утрам перед чаем Батурин выпивал стакан холодной чистой воды. Потом это стали делать норвежец и Нелидова. У воды был вкус осени. Она слегка горчила, как черенки опавших листьев, и освежала мозги глотком водки. Берг много курил, играл в шахматы с норвежцем, временами беспомощно улыбался, и тогда Батурин думал, что он еще совсем мальчик, и некому о нем позаботиться. У Берга снова болело сердце, особенно на ветру. Он бледнел, и глаза его мучительно воцветали. По вечерам Глан танцевал в кают-компании чечетку. На танце собиралась команда. Глан выходил, вскрикивал «Эх, Самара!» и начинал выбивать такую бешеную дробь, изредка приседая и хлопая ладонью по полу, что у матросов захватывало дух. С Гланом состязался боцман Бондарь, тяжелый и черноусый, большой любитель пляски и пения. Норвежца танцы приводили в детское восхищение. Он хлопал в ладоши и покрикивал в такт «Го-го-го!» «Га-га-га!» Нелидова стало проще. В свитере она казалась девочкой. Плавание ей нравилось. Просыпаясь, она тихо стучала в стенку каюты над головой у Глана и спрашивала «Неужели вы еще спите?» Глан прикидывался спящим и начинал страшно храпеть, сотрясая каюту. Вставать никто не хотел. Долго еще лежали, переговариваясь через стенку. Потом Глан прыгал, как медведь, вниз на все четыре лапы и шел мыться, мохнатый и маленький. Умываясь около камбуза, он рассказывал Коком китайские анекдоты и показывал несложные фокусы, жал кулак, и из него натекало полстакана воды. Коки крутили головой и удивлялись «Ловкий какой человек!» Глана сразу и крепко полюбили на пароходе. Матросы величали его по имени-отчеству Наум Львович и вели разговоры о многочисленных видах чечетки ростовской, одесской, самарской, орловской и других, показывая иногда замысловатые колена. Батурин начал писать. Пока получалось что-то неясное о морях, о великой легкости, исцеления, когда земная тяжесть перестает давить на плечи, и смерть кажется такой же нестрашной, как песня, осень, как сама жизнь. Берг замечал, что Батурин пишет, но ничего не спрашивал. Самый процесс писания он считал вещью более интимной, чем любовь, чем самые сокровенные тайны, в которых не всегда признаются даже себе. Можно говорить только о готовых вещах, когда они отомрут и отпадут от писателя. Пока не перерезана пуповина, а вещи нельзя ни спрашивать, ни рассказывать, эту идею Берг изредка развивал, сравнивая процесс писания с беременностью. Вещи, прочитанные в неоконченном виде, он называл выкидышами и сулил им судьбу мертворожденных. Батурин соглашался с ним. Для него процесс писания был мучителен и прекрасен. Каждое утро Батурин вставал со страхом. Не стихли шторм, но, взглянув на окно, успокаивался. Море бесновалось, вскидывая высокие гребни пены. Значит, можно писать. Шторм длился девять дней. О Перрисоне и Капитане не говорили. Чувство оторванности от мира, владевшее всеми, было чудесным облегчением. Мир был отрезан ветром, штормовым морем и тесными переборками парохода. Не могло быть ни телеграмм, ни писем, ни встреч. «Эх, вот так бы жить и жить!» вздыхал Глант и погружался в чтение. Читал он Гюго, «Труженики моря». Некоторые фразы заучивал даже наизусть. «Кто вы, собственно, такой?» спросил его однажды Батурин. «Вечно вы ездите, но куда? Есть же у вас цель, какой-нибудь конечный пункт. Ни черта вы не понимаете,» рассердился Глан. «Моя профессия попутчик. Вы, очевидно, думаете, что земля не шарообразная, а плоская, и Коперник дурак. Мы живем на шаре. Какой к черту конечный пункт, когда у шара вообще нет концов? Я всегда двигаюсь вперед, поняли? Знаете совет Джека Лондона? Что бы ни случилось, держите на запад. Что бы ни случилось, я всегда покрываю пространство?» В ночь, на седьмой день шторма, Батурин проснулся от торопливого стука в стену. Стучала Нелидова. «Это вы? Что случилось?» Нелидова ответила, но он не расслышал. Сотрясая палубу, гневно заревел гудок. Ему ответили гудки с других пароходов. Ночь стонала от их тревожного и протяжного крика. Батурин повернул выключатель, электричество не горело. Он быстро оделся, накинул пальто и поднялся в верхнюю рубку. За ним поднялась Нелидова. В темной и холодной рубке курил у окна, отогнув занавеску, старик-агент. «Что случилось?» «Рылеева сорвало с якорей», ответил агент спокойно. «Несет на скалы». «Конечно, он не выгребет. У него машины дрянные. Сядет. Спасти его невозможно. Почему же гудят?» «Так, больше, чтобы тем рылеевцам было легче. Может быть, и спасутся». Нелидова встала на колени на диван и прижалась к окну. В черном гуле и реве, в выкриках пароходов надвигалась неизбежная гибель. Нелидова вскрикнула. «Смотрите, огонь!» Во тьме был виден бьющийся под ветром столб тусклого пламени. «Это из трубы», сказал агент. «Рылеев работает машинами при последнем издыхании». Долетел спокойный, мужественный гудок, океанский, в три тона. Он гудел с короткими перерывами, потом стих. Как по команде стихли все пароходы. Глухая ночь и гром прибоя вошли в каюту и создали неожиданное впечатление глубокой тишины. «Слава Богу, спасся», сказал агент. «Пароходы, вы знаете, гудками разговаривают. Это Трансбалт прогудел, что все благополучно». Наутро узнали, что Рылеева проносила под самым бортом Трансбалта. С Трансбалта успели подать буксиры. Рылеев принял их, ошвартовался у борта Трансбалта и, неистово работая машинами, спокойно отстаивается. В бинокль было видно, как он сжался к Трансбалту, будто детеныш к матерому киту. Оба согласно качались и густо дымили. Нелидова отвернулась от окна и спросила Батурина, «Скажите правду, вы и сейчас думаете так, как там, в Керчи?» Батурин молчал. «Что же вы молчите? Не бойтесь, я не испугаюсь». Батурин закурил. Она взглянула на него при свете спички. Он застенчиво улыбался. «Я так и знала», сказала она шептом, чтобы не услышал старик-агент. «Вы не могли решить иначе. Вы шли к смерти, как одержимый. Было страшно на вас смотреть. А теперь правда все прошло. Шторм проветривает голову. Убивать я не буду. Но обезвредить его надо». «Я говорю не о нем», значительно и медленно ответила Нелидова. «Я говорю о вас. Пирисон для меня не существует. Слышите?» Агент чиркнул спичкой. Нелидова быстро отвернулась, встала и пошла в кают. Батурин долго еще сидел вместе с агентом, курил и молчал. У агента была старческая бессонница. Часов в пять утра из темноты каюты Батурин услышал пение. Пел глан. «Уходят в море корабли», пел он в полголоса. «Пылают крылья. В огне заката крылья паруса». «Беззаботный человек», вздохнул агент. «Вот кому легко жить». Вечером, сидя в темной кают-компании, глан завел странный разговор. «У меня дурацкая память. Я помню преимущественно ночи. Дни, свет — это быстро забывается. А вот ночи я помню прекрасно. Поэтому жизнь, кажется мне, полной огней. Ночь всегда празднична. Ночью люди говорят то, чего никогда не скажут днем». Нелидова быстро взглянула на Батурина. «Вы заметили, что ночью голоса у людей, особенно у женщин, меняются. Утром после ночных разговоров люди стыдятся смотреть друг другу в глаза. Люди вообще стыдятся хороших вещей, например, человечности, любви, своих слез, тоски, всего, что не носит серого цвета». «По ночам легко писать», — подтвердил Берг. «Принято думать», — продолжал Глан, «что ночь черная. Это чепуха. Ночь имеет больше красок, чем день. Например, ленинградские ночи. Сам Гейне бродит там по улицам со шляпой в руке. Честное слово. Листва сереет. Весь город залит не светом, а тусклой водой. Солнце поднимается такое холодное, что даже гранит кажется теплым. Эх, ничего вы не знаете». Нелидова слушала, затаив дыхание. Таких странных людей она встречала впервые. «Только в России могут быть такие люди», — думала она, всматриваясь в неясный профиль Глана. Папироса освещала его обезьянье лицо. Берг лежал на диване и изредка вставлял насмешливые слова. «Чудесная страна и поразительное время», — думала Нелидова. «Вот этот Глан, романтик, поклонник Гюго и Чечетки, бездомный и любящий свою бездомность человек, когда-то дрался с японцами на Дальнем Востоке. Он был ранен, вылечил рану какими-то сухими, но с древатыми грибами и три недели питался в тайге сырым беличьим мясом. Батурин был в плену у Махно, спина у него рассечена шомполом, он был в ажатом трамвае в Москве, может быть, возил ее Нелидову, и она даже не взглянула на него. Он знал труд, труд сделал его суровым и проницательным. Так казалось Нелидовой. Берг воспитался у поэта Бялика, два года прожил в Палестине, был сионистом, арабы убили его брата. Потом Берг возненавидел сионизм и говорил, что всем жизнью своей, резко переломившейся и сделавшей из него писателя, тем, что он понял цену себе, всем лучшим он обязан Ленину. А Ленин этого даже не знал, смеялся Батурин. Никто не задумывался над тем, отвечал Берг, как громадно было влияние этого человека на личную жизнь каждого из нас. А об этом стоит подумать. Больше всего поражало Нелидову то, что невозможно было точно определить профессию этих людей. Да вряд ли и сами они могли ее определить. Глан говорил, я попутчик. Батурин называл себя ничем. Один Берг был писателем, но писал он мало, и в писательство его вклинивались целые полосы совсем иных занятий. В плохие времена он даже играл на рынке в шашки и зарабатывал этим до рубля в день. Главное, что притягивало Нелидову к ним, это неисчерпаемый запас жизненных сил. Они спорили о множестве вещей, ненавидели, любили, дурачились. Около них она ощущала тугой бег жизни, застрахованной от старости и апатии вечным их беспокойством, светлыми головами. А сколько бродят по земле мертвецов, думала она, перебирая прошлое, чопорный свой дом, мать, говорившую с детьми по-французски, матовый холод паркета, страх перед тем, чтобы не выйти из рамок общепринятых норм. Утром Нелидова проснулась от непривычного чувства тишины и засмеялась. Синий и глубокий штиль качался над морем. Она открыла иллюминатор. Теплый воздух обдул каюту солью и миндалем. Гремели лебедки. Жарко сверкало солнце, блестели радугами стаканы, блестели горы, город. Моряки в белом перекликались на палубе. Пароход готовился к отплытию. Забытый шум жизни взбадривал и веселил. Она поднялась на спардок и зажмурилась от света. Капитан откозырял ей и оскалил зубы. Батурин сидел на планшире и, глядя на воду, пел какую-то немудреную песенку.